Организованное преследование Из данного населенного пункта за проступки против общества или группы лиц Зачастую для харассмента используется оружие направленного энергетического действия Например, микроволновые установки Это может быть бизнес в виде услуг по запугиванию, востребованный в системе рыночных отношений Особенно у коллекторов Эти группировки осуществляют свою деятельность по всей Северной Америке, Европе, России И имеют характеристики секты Их численность в конкретной местности исчисляется сотнями Этот феномен также известен как организованный сталкинг, ганг сталкинг, организованный харассмент, групповой сталкинг, террористический сталкинг, сталкинг по мотивам возвестия, тайные операции, государственный харассмент, микроволновый харассмент, контроль сознания, государственный терроризм и т.д. Все эти ярлыки объясняют один и тот же базовый феномен Поэтому, когда я буду упоминать этот тип государственного запугивания в данном документе, я буду иметь в виду все эти явления как взаимозаменяемые названия. Организованные преследования – это скрытая форма терроризма и контроля сознания, используемая против личности в злонамеренных попытках снизить качество жизни данного индивида настолько, чтобы довести человека до нервного срыва, упрятать в психиатрическое заведение или тюрьму. При этом методом являются действия, направленные на то, чтобы вызывать и причинять постоянную душевную или эмоциональную или физическую боль, в конечном счете сделать человека бездомным и или довести до самоубийства. Это любимый способ рейдерства в Москве. Это достигается созданием и инспирированием хорошо подготовленных обвинений, лжи, слухов, фабрикации, обвинений и дел подставами, запугиванием, открытыми или скрытыми угрозами, вандализмом, кражами, саботажем, психологическими и иными пытками, унижениями, эмоциональным террором, использованием оружия. На правильное поражение энергии, в целом харассментом. Это создание банды на локальном уровне из членов местного сообщества или группы, которые следуют указаниям организатора и участвуют в систематической, рутинной травле, дежурном преследовании индивида. Организованный сталкинг – это деструктивная, криминальная программа, построенная на обмане многих ради достижения несколькими участниками, организаторами данного преследования, своей скрытой, подлинной цели. Цель – создание настолько невыносимой и болезненной среды существования человека-мишеня, чтобы лишить его жилья и добиться совершения самоубийства. Эта тактика используется для изолирования человека-мишени и разрушения его экономической, социальной, финансовой, семейной опоры и поддержки. Таким образом, дестабилизируется его жизнь, ликвидируется ее структурная основа, и жертвы доводятся до суицида. В принципе, это навсегда. Раньше так было. Они никогда не оставят выбранную жертву в покое, ее будут преследовать и за границей, нет никакого способа от этого избавиться, теоретически. На протяжении истории многими тираническими режимами использовались банды для запугивания в целях нейтрализации несогласных или диссидентов. Организованный сталкинг – это только одно из проявлений этого паттерна. Джулиан Маккини в интервью в журнале The Investigative Journal 19 апреля 2006 года пишет, что за последние 15 лет с закрытия ее проекта она наблюдала много-много случаев в корпоративной среде, когда человека выбрали в качестве жертвы просто попрактиковаться. Моббинг может использоваться как часть стратегии для усугубления беспомощности и организации почвы для вашей бедности, если вы намечены в качестве мишени для группового сталкинга. Если вы станете жертвой сталкинга, с наибольшей вероятностью вас унесут в черные списки. Безработица сокрушит вас гораздо быстрее и приведет к потере жилья, что и является целью группового преследования. Многие жертвы убеждены, что такого рода систематический харассмент не может иметь место без потворства государству. И они правы. Настоящий доклад фокусируется главным образом на терроризме, санкционированном государством. Терроризм, осуществляемым федеральным агентством или ведомством, которое и является его источником, или выполняется федеральным агентством или ведомством в интересах корпорации, или по заказу индивида, или группы лиц со связями. Организованные преследования – это бизнес, управляемый лидерами, которые в свою очередь руководят группы, состоящими из сотен людей и преследующей цели – последовательно третировать людей. Структура. Я представлю документально подтвержденную информацию об участии федеральных правоохранительных органов и разведывательного сообщества. Многие из них осведомлены о деструктивном характере действий, имеющих место в их ведомстве, но поскольку этому потворствуют сверху, они мало что могут сделать. Осведомленные лица феномены структуры организованного преследования описывают следующим образом. Первое. Спонсорство и поддержка для предоставления ресурсов и влияния, необходимых для воплощения сталкинга в жизнь. Второе. Отряды лиц для осуществления группового сталкинга. Третье. Харассмент с использованием оружия на правильное действие, например. Курирующими полевыми структурами могут выступать ФБР, ЦРУ и другие федеральные агентства и ведомства. В приложении к нашей стране, соответственно, это вводят ФСБ, МВД и другие структуры. Участковые, начальники УВД, США и Тошерифы, могут сотрудничать с этими агентствами и делают это охотно в нашей стране в лице полиции. Финансирование некоторых террористических компаний сталкинга идет от корпораций, которые используют услуги правоохранительных ведомств для преследования своих врагов или потенциальных врагов, или решения своих возрастных споров, или, например, коллекторской деятельности. Спонсорство компаний и ресурсы, влияние могут проистекать из одного источника, такого как федеральное агентство. Как выяснилось, корпорации, группы лиц, отдельные индивиды также могут выступать спонсорами, оплачивая или используя влияние федерального агентства и ведомства. Так как большинство специалистов психологических консультаций и психотерапевтов отрицают существование таких групп, а психиатрия на них зарабатывает, невозможно доказать, сколько клинических случаев депрессии, паники, тревожности, выкидышей, мертворожденных детей, самоубийств и массовых расстрелов коллег и лиц в круге общения жертвы вызваны данной технологией. Джулиан Макинни, в прошлом должностное лицо военной разведки, опубликовавшая широко известный доклад на тему харассмент с использованием микроволновых установок и эксперименты над сознанием, являлась руководителем проекта Ассоциации бывших сотрудников органов национальной безопасности, в рамках которого исследовались злоупотребления должностных лиц разведывательных органов США. У нее накоплено 40 лет опыта наблюдений по данному предмету и сотни интервью потерпевших. В этой книге, например, она пишет, Методы, использованные в кампаниях по запугиванию, имеют поразительное сходство с методами работы ЦРУ и ФБР во время действия операций МКАУТРА, MHKOS и COINTEL PRO. Единственное отличие на сегодня – радиоэлектронное подавление, запугивание и эксперименты над сознанием используются более откровенно и часто. Моббинг осуществляется множеством людей посредством повторяющегося притеснения, травли на рабочем месте и труднодоказуем. Помимо реализации личного латентного садизма, целью является вытеснение человека с работы. Многие принимают участие в моббинге и харассменте, ведущих к разрушению человека, ради сохранения своих жизненных благ. Об этом можно прочесть подробнее в книге Моббинг. Моббинг – эмоциональное насилие на рабочем месте в Америке. Есть такая книга. На данный момент моббинг можно расценивать как маломасштабный групповой сталкинг, который осуществляется в пределах зданий. Моббинг осуществляется множеством людей посредством повторяющегося притеснения. Пока зло не названо, оно неопознаваемо. Эта книга описывает моббинг – привычный и бескровный, без предел на рабочих местах. Зловещая и могущественная субкультура, процветающая пышным цветом на работе в большинстве стран. Каждый день на рабочих местах любого вида деятельности злонамеренное кодло вытесняет работоспособных, трудолюбивых, сотрудников с любимой работой. Участники моббинга намеренно притесняют и в конечном счете разрушают личность невиновных людей. Некоторые люди, испытывающие на себе моббинг, могут также являться жертвами организованного преследования. С жертвами рейдерства происходит именно так. У них моббинг на работе и сталкинг вне работы. Хотя и не отдают себе в этом отчеты. Моббинг и организованный сталкинг используют повторяющиеся акты эмоционального и психологического насилия. Следователи или исследователи приписывают смертельный исход жертв моббинга стрессу на работе, вызванному снижением уровня жизни, сокращению на работе, например, расширенному использованию аутсорсинга или урезанию зарплат. Они могут быть не осведомлены о синдроме моббинга, а корпорации, в которых моббинг насаждается и практикуется, об этом не сообщают. Вполне вероятно, что люди, потерявшие контроль над собой и расстреливающие коллег, были не в себе. Подвергались моббингу также и вне работы в рамках организованного сталкинга. Хотя и не понимали, что собственно с ними происходит и как это объясняется. Некоторых людей убивают, потому что компания использовала их в качестве пешки для скрытого и систематического подавления конкретной личности. Если вы подвергаетесь моббингу и активно ищете работу, вы столкнетесь с очернением вашей репутации, что закроет для вас двери всех будущих работодателей. Эта тактика очернительства работает очень эффективно, если ее распространению содействует военно-промышленный комплекс, силовики, другими словами. Многие из этих международных корпораций имеют связи с федеральным правительством и могут быть под управлением бывшего сотрудника, например, ФБР, ЦРУ или иных разведывательных структур. Если вас подвергают моббингу и вы считаете, что ваши карьерные возможности безжалостно рушат, по всей вероятности, вы правы. Вполне может оказаться, что вас выпищивают за дверь, при этом не давая уйти. Итак, заказчики, корпорации, группы лиц, отдельные индивиды могут выступать спонсорами, заказчиками таких компаний, оплачивая или используя влияние в федеральное агентство, ведомство, то есть у силовиков. Эти полевые руководители используют свои ресурсы и влияние в качестве двигателя компании харассмонда, то есть доведение человека до самоубийства осуществляется на государственные деньги. Они в состоянии рекрутировать соседей, друзей и родственников жертвы для участия в травле. Это достигается распространением лжи, угроз, шантажом и взятками или интересами национальной безопасности. Как показал практический опыт в ходе компании, по запугиванию жертв эти агентства обвлекают в свою развитие деятельность, то есть шпионаж, соседей, друзей, семью, работодателей, арендодателей, правдомов, религиозной организации. Структура напоминает состоящую из блоков пирамиду, конечно же. Она состоит из последователей, участвующих в харассменте, лидеров, полевых наблюдателей, которые заманивают их за поднем, и финансовой поддержки на вершине, то есть крыше. На нижнем уровне пирамиды участников причина харассмента представляется конструктивной. Участникам компании предлагается вступить в братство, масонское, например, объединенное дружбой и чувством товарищества или соучастием. Большинство участников этого уровня верят, что их привлечение служит высокой целью или правильной целью, или на худой конец возмездию за какое-нибудь нехорошее преступление. Личности лидеров этих групп могут оставаться неизвестными под предлогом, конечно, национальной безопасности. При наличии федерального влияния, принятии закона о борьбе с терроризмом, неограниченности ресурсов у силовиков и широкого круга, групп участников этих компаний харассмента имеют сокрушительную силу. В настоящее время бизнес по предоставлению таких групп запугивания предлагает заинтересованным лицам со связями услуги для осуществления мести, кто угодно. Война у нас дома – это скрытая война против активистов. И что мы можем этому противопоставить? Это название работы Брайана Глика. В США незаконные действия были узаконены приказом номер 1-2-3-3-3 от 4 декабря 1981 года во время введения программы контроля сознания Коинтелпро. Приказ легализует контрразведывательные действия в США при действиях от имени ФБР, ЦРУ, армии, флота, восточных и морских сил. Аналогичные приказы, естественно, существуют в армии, флоте и силовых структурах других стран под другими названиями. Специализированное оборудование, техническая экспертиза или содействие экспертов предоставляется любым из этих ведомств и агентств для поддержки местных правоохранительных органов. Все они имеют право без судебного ордера устанавливать электронное наблюдение или слежку и иметь право доступа к почте и слежку за ней. ФБР в США, например, может также осуществлять принудительный обыск без ордера проникновения в дом. С введением в действие акта Патриот в США они смогли проводить расследование в отношении любого человека без всяких причин к тому и без судебного ордера. Теперь местное отделение может выбрать объектом сбора информации и своей целью любого гражданина. Это означает уменьшение надзора за этими федеральными ведомствами, которые имеют историю нарушения гражданских прав и свобод. Требуется менее пяти минут, чтобы назначить кого-то оперативником или информатором. И не требуется никакого документального сопровождения, а потому нет следов ведущих конкретному ведомству. Во многих странах транснациональные корпорации платили напрямую за услуги частной полиции, представителям местной армии или нанимали стороннюю охранную фирму, то есть ЧОП, в целях харассмента лиц из местного населения, протестующих против экологических последствий их деятельности, например, на окружающую среду. Фирмы превращались в политическое движение, это наиболее удобно идеологии глобализации. Лица мишеней сообщали, что в их харассменте принимали участие кто угодно, от бомжей до белых воротничков. Лица, имевших проблемы с законом, особенно легко привлечь к участию в кампаниях харассмента. Работа Дэвид Лоусона. Террористический сталкинг в Америке. Типичная тактическая хитрость, используемая членами групп, это мы просто группа граждан, помогающих полиции, и мы просто присматриваем за отдельным лицом по какой-то причине. Иллюзия подкрепляется папочкой, которую они всегда носят с собой, где представлены фотографии жертвы. Эти банды камуфлируются под политическую или религиозную группу, но являются частными армиями, хотя они имеют свои собственные мишени, связанные с их политической повесткой дня. Они также предоставляются для найма корпорациям или иным лицам в целях уничтожения или нейтрализации людей. Журнал «Нексус», что переводится как «Цепь событий», апрель-май 1996 года, писал «Национальное агентство безопасности США соберет информацию о гражданах, которые могут представлять интерес для любого из 50 тысяч агентов». Эти агенты уполномочены ведомственным приказом шпионить за любым человеком. Агентство работает в квазе общественных интересах и управляет с виду законным бизнесом по предоставлению развития сообщества информации о людях, которые местное сообщество захочет отследить. Проводимые ими операции могут выходить за рамки законов. Имеет возможность устранить американских граждан и проводить скрытые операции психологического контроля для достижения цели постановки субъектом разработки психиатрических диагнозов. Десятки тысяч людей в каждом районе работают наблюдателями и шпионами за объектами из местной общины или юрлицами, иногда неосознанно, которых персонал Управления национальной безопасности обозначил в качестве объектов скрытого наблюдения. Некоторые из этих агентов располагают знания методик воздействия на поведение неизвестных обывателям. Они имеют выраженную возможность оказывать влияние на большие группы людей, имя освоенной технологии создания культов и сект с целью контроля сознания, заимствованные, по всей видимости, у нацистов и китайцев. Из книги «Трансформация Америки» Кэти О'Брайен и Марк Филлипс авторы. За последние 30 лет значительное число религиозных групп по всему миру было провозглашено в средствах массовой информации деструктивными культами. Возможно, репортеры по какой-то причине не могут публично раскрыть легендарный ящик Пандоры. Возможно, более внимательный взгляд на деструктивные культы их лидеров выявил бы устойчивую связь с исследованиями контроля сознания, профинансированными правительствами и правительственными агентствами. Частный детектив Дэвид Лосон исследовал группировки сталкеров на протяжении 10 лет. Он пришел к выводу, что это не просто культы, они имеют связи с федеральными агентствами и предоставляют свои услуги корпорациям. Он также установил, что тактические приемы, которые приносили ожидаемые результаты, фиксировались и использовались в дальнейшем приоритетно, когда информация, полученная при помощи слежения, передается членам группировки и результаты харассмента фиксируются для усиления эффекта при последующих запугиваниях. Это явный контроль сознания. Из книги «Психический диктат в США» Алекс Константин, автор. Несмотря на заверения общественности в обратном, ЦРУ активно вовлечено в исследование мозга. Целые сообщества на планете превращены в лаборатории. Культы, секты управляются оперативниками, имеющими опыт в технике и технологии манипулирования поведением. Дезинформация в прессе скрывает работу этого братства по контролю за сознанием. ЦРУ и Пентагон сформировали партнерство по созданию сект. Ассоциация бывших сотрудников национальной безопасности, это группа ветеранов, представляющая общественный интерес, воспротивилась такой скрытой деятельности оперативников и обеспокоена тем, что Департамент безопасности играет подтвержденную роль в деятельности сатанинских культов, что само по себе является очень опасным упражнением в области контроля сознания. Некоторые из этих федеральных агентств и ведомств имеют историю транспортировки наркотиков, организованных международных сообществ, педофилов. И также управление работорговлей, организованная клуба педофилов, перевозка наркотиков, пытки, контроль сознания и другие нелегальные виды деятельности, также осуществляются специальными военными формированиями. Эти секты сталкеров являются криминальными группами, и их лидеры извлекают финансирование как из корпораций, так и из своих связей с другими криминальными группами. Из работы Линды Блада «Неосатанисты» Сатанинские преступления – это фактически насильственная, деструктивная и криминальная деятельность, ассоциированная со злостными формами оккультизма. Она существует как часть более широкого криминального континуума и должна быть опознана в этом контексте. Групповой сталкинг существует как отдельная ветвь древа тяжких злодеяний на высшем уровне, произрастающего, собственно, от сатанизма. Тед Гандерсон из книги «Технологии, используемая для борьбы с критикой». Я частный детектив, бывший агент ФБР, активно изучаю сатанинские культы. Я раздобыла информацию, что сатанинские культы проникли на многие уровни нашего общества. Разведывательные агентства США, включая ЦРУ и ФБР, есть два уровня спецоперации в разведывательном сообществе США – открытые и скрытые. Открытые операции вовлекают следователи, реагирующих на различные федеральные нарушения законов, такие как ограбление банков, похищение людей, вымогательство и прочее. Они с готовностью взаимодействуют с общественностью. Тайная операция задействует тех, кто никогда себя не идентифицирует, и вывлечены в деятельность по харассменту и работе с гражданами – мишенями. Харассмент, который протекает на публике в общественных местах, делится на две части. Одна состоит из добровольцев и иных лиц, которым платится вознаграждение. Участники – это сотрудники коммунальных служб города, санитары, водители такси, охранники, работники магазинов. Пожилые граждане, пенсионеры также привлекаются к участию. Пожарные и даже отделы внутренних дел, полиция имеют давнюю историю соучастия в группах харассмента. Коммунальные служащие, уборщики, водители, скорые также могут принимать участие. Они могут использовать свою технику для создания шумовых компаний, участие в синхронных действиях, конвоировании, подсветке, других постановочных приемов харассмента. Родители, участники групп харассмента, привлекали своих детей для участия в такой травре. Доклад 25 сентября 1999 года. Использование микроволнового излучения для контроля сознания. Современные методы пыток и контроля, посягающие на права человека и частную жизнь. Автор – доктор Рауни Лина Кильде, бывший главный врач Финляндии. Эта имеющая глобальное проникновение организации ведет как осьминог деятельность во всех основных разведслужбах мира, работая рука об руку с мафией и террористами. Она нанимает людей во всех важных государственных учреждениях, привлекает федеральную и местную администрацию. Опустившиеся люди, безработные, незанятые пенсионеры, освободившиеся заключенные, психически ненормальные лица, студенты и сироты. Обучается этой организации искусству запугивания людей, харассменту, преследованию, мучению невинных людей, которые по какой-то причине попали в список мишеней для уничтожения у этой организации. И они уже в каждом квартале. Имя этой игре – обман. Так что наемникам сообщаются ложные и зловещие сведения об их жертвах с целью создания мотивации. У них военная дисциплина и система вознаграждения за их злостные действия. Эта система вознаграждения включает сатанизм, символику и желто-оранжевые и черные цвета. Это в Финляндии. Военные очень сильно втянуты, и этот харассмент осуществляется во всех странах НАТО. В России он осуществляется так же. Некоторые в высших кругах убеждены, что наше правительство на такое не способно. Прежде всего, если бы это не было дело рук правительства, Конгресс США бы вмешался из-за тысяч жалоб, накопившихся за 10-15 лет от граждан, которые понимают, что происходит. Конгресс признает, что эти системы существуют, и финансирует их, и осведомлен о биологических последствиях из получаемых им брифингов. Тем не менее, Конгресс не стал принимать законодательство, запрещающее использование микроволнового оружия в экспериментальных условиях. Журнал следствия. Статья Джулиан МакКинни. Оружие направленной передачи энергии. Гангсталкинг. 19 апреля 2006 года. Людей вовлекают в участие в программе после того, как они были пойманы на участие в криминальной деятельности. И человеку предлагается на выбор отправиться в тюрьму или сотрудничать. Здесь имеет место шантаж. Людям предлагается выбор между отбыванием срока или сотрудничеством в качестве информатора. Про это схема работает также с проститутками, наркодилерами и другими нарушителями закона, которые преступили его впервые. В следующей части поговорим подробнее о других участниках. Это исследование посвящается тем известным и неизвестным людям, которых довели до суицида, и тем, кто совершил акты массового насилия в результате харассмента организованными группами. Сталкинг. Моя цель – пролить свет на эти владеяния. Этот отчет основан на онлайн-книге Марка Ричи под названием «Hidden Evil. Скрытое зло». Есть много других сайтов, других авторов, посвященных организованному преследованию, известному как сталкинг, в том числе международных. Выйти на них можно в поисковике по словам «Организованное преследование», «Групповое преследование», «Сталкинг». «Видение». Я сам был мишенью харассмента в общественных местах, и я приписывал такие постановочные инсценировки совпадениям и простым случайностям, потому что не был осведомлен о существовании специальных, организованных групп, созданных для сталкинга. Мне в голову не могло такое прийти, и мне не с чем было сравнивать. Я узнала эти приемы сенситивизации, используемые этими группами, вспомнив семинар по нейролингвистическому программированию, который я посещал в молодости. Этот научный метод используется для произведения в психике быстрых изменений. Некоторые приемы тактики сенситивизации, используемые группами сталкеров, граничат с атаками на подсознание, разработанными специально для искусственного создания фобий у человека, используя НЛП-технику и якорение. Я разъясню использование этой техники позднее. В интернете я нашел сайт Элеоноры Уайт и провел безотрывно 12 часов в первый день своего исследования, сравнивая информацию на ее сайте с другими сайтами, посвященными теме гангсталкинга. С тех пор я исследовала этот феномен и связанные с ним темы, освещенные в книгах, документах, радио-шоу, статьях, веб-сайтах и личных историях. Этот отчет – результат моей исследовательской работы плюс мои личные наблюдения и личный опыт. Как пользоваться данным отчетом? Если вы интересуетесь темой организованного преследования, я разъясню, как устроен процесс сталкинга, каковы двойные цели группировки преследователей-сталкеров, какова структура в общих чертах, кому за это платят, как им удается уйти от ответственности за третирование людей в общественных местах, почему об этом не сообщают в новостях, и как множество людей, сотни, могут быть рекрутированы для третирования, запугивания, харассмента, доведения до самоубийства одного человека. Я также объясню, почему эта международная группа является культом, в частности, культом, связанным с сатанизмом. В данном отчете я буду ссылаться на работы докторов, бывших разведчиков и федеральных агентов правоохранительных служб, а также исследователей оружиенаправленной передачи энергии и другого так называемого нелетального оружия. Культов и сект, спонсируемого государством харассмента и терроризма. И это, вероятно, одна из самых злостных форм скрытого насилия, о которых вы когда-либо слышали. Наибольшую обеспокоенность вызывает то, как много людей может быть введено в заблуждение, вовлечено взяткой, шантажом или угрозами в оказание услуг этому монстру. После прочтения этого отчета, ваше мнение об обществе и человеческой природе уже никогда не будет прежним. Коррупция такого масштаба зиждется не на вакууме. Продолжаем. О участниках организованного сталкивания. Наемники, военные. Это нарушители закона, которые подселяются по соседству. Сверху, снизу, рядом, с человеком-мишенью, когда харассмент начинается. Это могут быть преступники, которые мучают людей с расстояния, с пользованием оружия, направленной в передачу энергии. Также, когда мишень преследует на поезде или самолете, сопровождение, как правило, осуществляется военными. Эти люди также осуществляют наблюдение за местом проживания мишени на основе частичной или полной занятости. Они могут основывать свои действия на лжи, распространенные мишени. Тем не менее, им платят за осуществление харассмента. Эти граждане наделены чувством ответственности и уверены, что программа, спонсируемая Министерством юстиции США, легитимна и соответствует требованиям морали. Но по причине плохого знания истории они не осведомлены, что они играют малую роль в большой программе терроризма, спонсируемой государством, против тех, кого истеблишмент посчитал неугодным. Следующая группа – волонтеры. Программа патрулирования района волонтерами спонсируется Министерством внутренней безопасности, это аналог МВД. Что означает мониторинг чего-либо поведения на самом деле? Традиционно это означает харассмент некого рода. Это и подобные программы агрессивно используются по всей стране. Определение террориста в секции 802 закона о борьбе с терроризмом в США пугающе размыто. Терроризм здесь определяется как любое действие, которое подвергает опасности человеческую жизнь или нарушает государственный или федеральный закон. Исторически аналогичные программы использовались по отношению к политическим диссидентам, гражданским активистам и разоблачителям, например, коррупции. Создание таких групп способствует формированию отрядов бесчувственных солдат, которые не будут испытывать жалости или стыда при арестах граждан к отфискации их оружия и отправке их в лагеря. Члены групп сталкинга получают тренинги по разным родам деятельности, которые они должны исполнять без вопросов. Тем не менее, некоторые из них обучаются специальным техникам зазрения совести для осуществления харассмента жертв. Вместо физического нападения они используют психологическое насилие. Дэвид Лосон в книге «Террористический сталкинг в Америке» большинство членов группировок имеют самое общее представление об идеологии группировки, но им все равно. Они развлекаются в компании друзей. Но эти развлечения включают сталкинг и харассмент различных мишеней. Они верят, что правомощно занимаются этой деятельностью ради высшей цели группы. Большинство никогда не узнает действительную цель. Добровольные исполнители сталкинга состоят из следующих лиц. Религиозные организации, группы пенсионеров, персоналы ресторанов, торговых площадей, магазинов, соседи, студенты и школьники, работники коммунальных структур города, дети участников группы, уборщики, дворники, арендодатели, пожарные, скорая помощь, почтовая и коммунальная служба, таксисты, полиция, местные этнические или культурные организации. Лерен Морре, геолог и президент организации под названием «Ученые в помощь коренным народам» подвергалась сталкингу как разоблачительнице. Она обнаружила, что более 500 людей испытывали подобный моббинг в Университете Калифорнии и их жизни и карьеры были порушены. Она написала доклад на основе задокументированных данных «Правда об обедненном уране», где разъясняет, когда же ее ребенок подвергался преследованиям от учителей в школе. В своем докладе она именует групповой сталкинг моббингом. Моббинг, она пишет, это целенаправленный и стратегический сбор всей информации об индивидууме с использованием законных и незаконных методов. С этой целью входит в контакт с соседями, одноклассниками, бывшими супругами, членами семьи, бывшими работодателями, учителями, церковными, прихожанами, близкими друзьями и изучают даже генеалогическое дерево так, чтобы изучить все, что составляет костяк жизни индивидуума и что придает ему поддержку в жизни. Оценка стратегических ресурсов и будущих доходов, финансы, мобильность, автомобили, страховки, кардитные карты, банковские ячейки, абонентский ящик, завещание, медицинская карта, свидетельство о рождении, свидетельство об образовании, фотографии. Сбор информации производится без вашего ведома. Цель моббинга – лишить человека возможности работать до конца жизни. Более существенная цель – довести мишень до полного самоуничтожения, самоубийства. Собранная информация используется для разрушения вашей жизни и попытки выставить вас сумасшедшим. Ваших детей запугивают, они приходят из школы с жалобами, третирующих их учителей и кражей их личных вещей. Мэром городов могут давать гранты для установления программ слежения. Руководство большинства известных ресторанов и торговых центров осведомлены о феномене сталкинга. Методы моббинга, сталкинга включают в себя шумовые кампании, тактику столкновений, тактику синситивизации, плохое обслуживание и прочее. Дэвид Лоссон в книге «Террористический сталкинг в Америке» пишет, чтобы установить базу для операций, им потребуется помощь соседей. Во многих местах они добиваются этого угрозами. Те, кто не соглашаются сотрудничать, могут сами подвернуться преследованию, они могут вызывать к их чувство патриотизма, могут предлагать наркотики, дружбу, ремонт в доме, бесплатные услуги, такси и все, что угодно. В некоторых случаях они могут даже получить ключ от жилья и мишени от патриотически настроенного арендодателя. Могут доставать человека в парке, в других публичных местах, организовывать столкновения с людьми, искусственно созданные толчаей и другими видами уличного театра, как это называется. Будут мучить питомца-жертвы, совершать мелкие акты вандализма дома, удостоверяться, что мишень внесена в черные списки и перейдут к атаке оружием, направленной передачи энергии или микроволновым оружием. Некоторые жертвы отмечали сталкинг в исполнении полицейских машин. Некоторые федеральные правоохранительные агентства исторически прибегали к помощи местной полиции для запугивания граждан. Спонсируемые государством терроризм. О таком страшно даже подумать, но это сегодняшняя реальность. Некоторые жертвы также были вынуждены уходить с должностей. Предпринимались попытки выставить жертву психически больным человеком за жалобу на групповой сталкинг. Люди жалуются, что семья и друзья от них отворачиваются. Как можно вовлечь кого-то в компанию по харассмуту? Очень просто. Люди могут врать, загугивать их, шантажировать для его увлечения в сфабрикованное расследование против жертвы и потом взять подписку о неразглашении информации и прекратить тюрьмой, если они откроют рот на тему происшедших событий. Как американское правительство вовлекает бизнес и граждан в конструирование полицейского государства? Джей Стендлер из Американского Союза за гражданские права пишет в августе 2004 года. В правоохранительных органах рекрутинг информаторов для проведения отдельных расследований всегда был ключевым инструментом, но только при самых репрессивных режимах информаторы становились широкомасштабной центральной характеристикой общества. Восточно-германская штазия, например, не только держала в штате 91 тысячу служащих на полном рабочем дне, но также рекрутировала среди граждан более 170 тысяч непрофессиональных информаторов, то есть каждого 50-го гражданина для слежки и стукачества за согражданами. Агенты в штате использовали технику шунтажа и давления, чтобы заставлять людей шпионить за членами своей семьи. Сейчас это делают добровольно в интересах рыдовства и передела имущества. Огромные усилия предлагаются для превращения обычных граждан в соглядатые правительства. Весьма приличных людей могут заставить оклеветать вас. Я наблюдал такие истории и в случаях моббинга, и в случае организованного преследования. Помните о том, что большинство людей идентифицируют себя со своей работой и потерять ее, равносильны для них своего рода смерти. Коллективы могут принимать участие в моббинге из-за страха лишиться работы. После того, как из вас сделали информаторы, эти лидеры могут с легкостью вовлечь вас в харассмент какого-либо лица. Они могут дать вам поручение совершать некие действия или произносить фразы, когда вы находитесь непосредственно рядом с человеком мишенью. вам могут сказать, что эти действия, эти фразы направлены на то, чтобы дать мишени понять, что за ней наблюдают, чтобы та не вздумала совершать якобы замышленные ее преступления. Эти действия, эти слова будут увязаны с информацией из их личных дел, которые эти хищники раздобыли посредством свяжения и сбора информации. Некоторые из этих фраз и действий могут казаться незначительными и невинными на ваш взгляд, но для мишени они могут быть очень болезненными. Эти действия и реплики в совокупности с остальными актами харассмента, которым подвергается жертвам, могут быть формой завуалированной пытки. Каждый значимый сегмент вашей жизни атакуем, и вы подвергаетесь систематическому нападению с различных направлений. Если проверка бэкграунда индивида не принесла ожидаемых сведений о уязвимостях, они могут фабриковать что-нибудь с помощью обычных граждан, информаторов, которые не имеют прямых связей с ведомством, эти рядовые граждане, например, ваши коллеги или соседи, могли быть подставлены в прошлом или им дали взятку. Такая фабрикация может включать постановку какого-либо события, в результате которого рождаются обвинения в изнасиловании, сексуальных домогательствах, педофилии и прочее. Найдется множество свидетелей. Потом вашего друга или члена семьи могут поставить перед выбором сотрудничать или подвергнуться преследованию и дать порушить свою собственную жизнь. Вот таким образом приличные люди могут быть использованы в компании, которая приводит бездомности, заключению в тюрьму, суициду члена семьи или друга. Члены семьи, с которыми воздурные отношения, могут быть вовлечены за взятку или в силу своей корысти или ввиду финансовых трудностей. Наивные или молодые могут быть вовлечены посредством воззваний к их чувству патриотизма. В процессе вовлечения в соучастие и чем членам семьи друзьям могут сообщать правдивые сведения, разбавляя их лживыми вбросами о вас. Я считаю, что вербовка производится именно таким образом. Эти приемы разработаны для подавления личности, изоляции индивида и разрушения его опора в жизни. Документально подтвердено, что некоторые из этих ведомств оказывали давление на мишени при помощи их друзей, семей, работы и все это одновременно и в течение ряда лет. И некоторые из этих исследований были инициированы для доведения конкретных лиц до суицилия. Вовлечение знакомых и родственников в эти исследования о вас и сбор информации служит не только целем харассмента, смущения и изолирования личности. Я считаю, что они используются как стратегии дискредитации человека. В конце концов, приятели и родственники никогда бы не стали участвовать в систематическом третировании человека, поэтому жалующийся на такой человек должен быть по умолчанию все по ним. Исторические сведения свидетельствуют, что ведомство третирует свои мишени посредством многих каналов. В ход идут сфальсифицированная корреспонденция, анонимные письма и звонки, просмотр электронной почты и прослушка телефона. Включается кампания по дезинформации, используют людей из ближнего круга мишени, родителей, детей, супругов, арендодателей и прочих для нагнетания постоянного давления. Брайан Глик пишет, «Война у нас дома, скрытая война против активистов и что мы можем этому противопоставить?» Документы ФБР свидетельствуют о повторяющихся маневрах для нагнетания давления на диссидентов от их родителей, детей, супругов, арендодателей, управдомов, работодателей, кураторов института или университета, церковных лидеров, социальных работников, кредитное бюро и прочих. Они могут пытаться угрожать, запугивать вас, претворять, что у них есть на вас информация, мы знаем, чем вы занимаетесь, но если вы будете с нами сотрудничать, все будет в порядке. Мы наблюдаем сейчас создание системы, которая будет использована для тихой нейтрализации всех людей, которые государство сочло нежелательными. Одно важное дополнение. Все крупные диктаторские режимы в истории использовали такие гражданские банды харассмута для нейтрализации людей на местном уровне. В этом нет ничего нового. Это самовоспроизводящийся паттерн. Некоторые весьма авторитетные исследователи с десятилетиями опыта изучения данной области пришли к выводу, что это может быть началом Холокоста. Они всегда метят в нежелательной категории граждан. Государство делает преследование допустимым и вдохновляет на третирование людей, вовлекает детей, потом переводит фокус на людей, которые не одобряют существующую коррупцию, они демонизируют эти ненасильственные некриминальные группы лиц, увязывая их по аналогии с ранее третируемой группой нежелательных элементов, например, голубых или цыган или кого угодно еще. Любой, кто не одобряет линию партии или является угрозой коррупционному истеблишменту, получает ярлык любого рода, который будет способствовать их нейтрализации. Эти группировки харассмента чрезвычайно разрослись. Я наблюдаю мощную экспансию этой деятельности с начала 1990-х годов, движение вирпо нарастающей и последовательно, и стало все более изощренным и широко распространенным. В следующей главе поговорим о тактике. ТАКТИКА Цель остается прежней нейтрализация оппозиции и несогласных. Однако вместо физической расправы создатели этой системы стали применять стратегию чистых рук, предполагающие, что эту систему насилия удобно отрицать и организовывать скрытное и невидимое воздействие групп как угодно долго. Тонкие маневры на грани воздействия на подсознание очевидной моббинги и гангсталкинги создатели этой системы разработали протокол убийства буквально не оставляющий следов. Базовый протокол в странах НАТО и России начинается одинаково. Сначала они исследуют характер, личность мишени. Все, включая религиозные воззрения, заносится в дело. Позднее они вычленяются для предварительных стадий харассмента, которые включают в себя гангсталкинг, проникновение в жилье. Гангсталкинг используется для размягчения, ослабления жертвы для последующей атаки оружием направленного поражения. Харассмент оружием направленного энергетического воздействия доводится до предела. Это общий протокол. интервью. Человека мишень постоянно мониторит, и если жертва реагирует эмоционально на какой-то триггер, это заносится в протокол. Если жертва демонстрирует некоторое чувство вины или неловкости относительно какой-то темы, это вносится в протокол. Это постоянный процесс сбора информации и наблюдения. Интервью с Джулианом Маккини в журнале «Следователь» 19 апреля 2006 года воздействует как на сознание жертвы, так и на подсознание. Эта программа сталкинга осуществляется по множеству направлений, измерений. Многие из применяемых тактик это разновидности техники контроля сознания. Пожалуйста, учитывайте, что большинство людей не осведомлено, что они являются мишенями или находятся в разработке и о них собирается информация. Джон Вильямс в работе «Контроль подсознание» пишет. «Поэтому в большинстве случаев, если вас подвергают тайным и принудительным недобровольным опытом над вашим подсознанием, это злонамеренные и зачастую опасные атаки против вас, и у вас есть полное право этому противиться и пресекать, расценивая себя в данном случае как военнопленного и приравнивать такое воздействие к проникновению в ваш дом с целью вас ограбить. Фактически они ворвались в ваш мозг и пытаются лишить вас свободы воли. Вместо откровенного нападения на полноценного человека они нападают изнутри скопом и скрывают свой террор под маской рядовых событий, которые происходят якобы естественным образом. Тем не менее базовая формула следующее. Первое это частотность как часто происходят события также относится к количеству актов в рамках одного эпизода харассмента. Второе продолжительность относится к длительности единичного события также относится к беспрерывному характеру харассмента в целом длится он десятилетиями. Третье это интенсивность увеличение действия или явлений в рамках одного события таких как звуковые явления наблюдения надзор создание зрелищ в том числе неприглядных создание давки толкотни создание пространственных препятствий скопления толпы в рамках одного события. Значит как эта теория действует на примере хлопания дверьми автомобиля все событие длится 5 минут согласитесь 5 минут хлопать дверьми автомобиля это чрезмерно оно может быть синхронизировано с вашими действиями такими как приход или уход события может быть также частью кампании нагнетания шума в которую входят разнообразные шумы которые могут длиться часть дня или весь день событие длилось 5 минут то есть длиннее чем обычно были были увеличены помимо продолжительности самого события количество раз которые каждое действие повторялось то есть дверьми хлопали много раз пример множественное повторяющиеся хлопания дверьми крышкой капота машины даже если в машине ехал только один водитель и это событие воспроизводится многократно в течение дня каждый акт хлопания дверьми капотом машины был усилен нарочно намеренным хлопанием с максимальным шумом с целью произвести шум больше чем обычно это интенсивность в целом событие было громче чем обычно содержало в себе больше деятельности чем обычно актов повторов и длилось дольше чем обычно чем был произведен эффект хорошо замаскированного акта скрытой агрессии в целом событие было громче чем обычно это тоже дополнительно воздействует на нервную систему в дополнение к чрезмерному использованию таких действий эта тактика сочетается с другими применяется 24 часа в сутки чем усугубляется эффективность некоторые из приемов характеризуются как уличные постановки которые имеют место когда вас запугивают в общественных местах с предварительным тщательным сбором информации о вашей жизни из всевозможных источников где и когда вы идете по улице с какой целью некоторые из этих приемов специально разработаны для создания мифов что жертва страдает от психического расстройства и здесь уже соучастником этих преступлений является психиатрия в связи с тем что большинство мишеней уже эмоционально измотаны особенно если они подвергаются рейдерскому нападению и не могут внятно распознать и разъяснить что же с ними происходит они становятся легкой добычей согласно департаменту юстиции США тактика воздействия на психику разработанная для причинения психологического вреда должна использоваться месяцами или годами чтобы быть расцененной как пытки путешествия в безумие подлинная история секретных методов контроля сознания в ЦРУ и преступления в медицине книга Гордона Томаса возьмем руководство по статистической психиатрической диагностике четвертый пересмотр диагностическое руководство по психическим заболеваниям DSM оно читается по-английски оно периодически издается Американской психиатрической ассоциации произошло следующее они разработали совместно со специалистами по психиатрии программу харассмента на основе ключевых параноидальных симптомов и бредовых идей описанных в руководстве DSM четвертого пересмотра так что жертва будет выглядеть психически больным человеком когда будет излагать свои жалобы специалистам по психиатрии семье или друзьям это один из уровней защиты используемых террористическими группами для сохранения своей секретности и безнаказанности доклад от 25 сентября 1990 года контроль при помощи случая излучения современные механизмы пыток и контроля против прав человека и частной жизни доктор Рауни Лина Кильде бывший главный специалист по здравоохранению Финляндии Руководство по статистической психиатрической диагностике DSM является блестящей операцией прикрытия на 18 языках с целью скрыть злодеяния разведывательных ведомств по отношению к своим объектам Руководство характеризует все техники контроля над сознанием как признаки параноидальной шизофрении Все медицинские учебные заведения преподают что человек является параноиком особенно если он считает что разведывательные ведомства стоят за злодеяниями по отношению к нему то есть если у вас отбирают бандиты жилье и вкрышуют например ФСБ и МВД то вы являетесь психом Никогда медицина не признавала что это рутинная операция проводимая во всем мире спецслужбами по отношению к своим объектам Пакет действий организованного сталкинга Действие совершается с целью изоляции жертвы от семьи друзей работодателей люди которые организовывают эти программы запугивания попытаются сгубить честное имя подорвать чью-либо репутацию они заведут на вас папочку с делом и будут пользоваться ею для своих расследований в этой папке будут чередоваться полуправды подставы и откровенная ложь резоны национальной безопасности использовались федеральными агентствами для фабрикации дел против людей и прикрытия пыток и контроля сознания в программе в программе cointelpro использовались рутинные подставы фабрикации доказательств с целью сломить характер личности или упечь в тюрьму они могут подтянуть спорные моменты эпизодов из вашего прошлого их папочка с вашим делом может провозглашать вас потенциальным насильником педофилом наркодилером они создадут базу для своих операций в вашем микрорайоне для ведения снижки наиболее вероятно что это будет по соседству с вашим домом или квартирой они снимут в аренду или субаренду жилье над или под вами сбоку или по бокам от вас деньги не составляют проблемы у них не ограниченный бюджет полуправда подставы клевета будут пущены в ход если вы объект организованного преследования расследование не станет решением вашей проблемы оно станет вашим концом поэтому обращение в следственный комитет МВД ФСБ прокуратуры и врачам бессмысленно но продолжим в следующей части продолжаем о тактике организованного сталкинга по книге террористический сталкинг в Америке Дэвида Лосона слежка за местом жительства в Америке ведется в трех направлениях за вами наблюдают из трех точек слежка ведется 24 часа 7 дней в неделю когда жертва выходит из дома дается сигнал группе либо по мобильному телефону или по рации те члены которые патрулируют по периметру кинутся по сигналу для начала преследования они патрулируют местность вживую в режиме 24-7 когда они раскатывают по району группами они чувствуют себя непобедимыми и неуязвимыми следование за объектом и запугивание жертв часть их ежедневной деятельности когда они на дежурстве если соседи не сотрудничают с ними им тоже достанется или на них направят налоговую инспекцию человеческое сердцебиение и дыхание можно при помощи приборов зафиксировать с расстояния 40 метров эти показатели также используются для отслеживания местонахождения конкретного человека и его движения внутри помещения оборудование позволяет видеть сквозь стены деревянные кирпичные гипсокартонные стеклянные и бетонные помните это профессиональная служба запугивания управляемая бывшими или действующими военными или правоохранительными силами у них есть все последние технические достижения если вы стали объектом ваш телефон будет прослушиваться а дома установят жучки книга профессиональный параноик как дать отпор когда вас расследуют преследуют третируют ведомство организация или человек автор Майкл Слини для них не составит труда задействовать десятки людей или машин в своей операции установить дюжину жучков стоимостью 80 тысяч долларов каждый купить или арендовать недвижимость поблизости или совершить иные требующие больших затрат непредвиденных расходов действия их лживые инсинуации будут очень стратегически выверены и целенаправленно распространяемы в поле вашей личной и профессиональной жизни для точечного насаждения этого вранья могут использоваться информаторы коллеги типичные слухи распространяемые мишеней что он педофил она проститутка террорист расист оппозиционер правительства психически болен насильник наркоторговец наркоман алкоголик или информатором платят за помощь организации подставы личные и профессиональные возможности могут быть безжалостно разрушены клеветом на этой статье вас также могут пытаться выжить с работы моббингом и сделать безработным у вас никогда не будет возможности опровергнуть эту ложь так как она будет распространяться за вашей спиной множеством людей продолжаем о тактике организованного сталкинга институт Рико Россо по изучению деструктивных культов опубликовал работу потенциально деструктивные секты и группировки где написано у многих личностей есть психологическая потребность чувствуют свою грандиозность и всесильность и они удовлетворяют свою потребность демонстрируя окружающим и своей жертве как они могут разрушить чью-то жизнь я считаю что часть этих волонтеров для сталкинга больны и имеют латентные садистские наклонности несмотря на их патриотическую мотивацию фактически некоторые из них испытывают удовольствие от своей всесильности в процессе разрушения жизни других людей подробнее можно ознакомиться с этой темой изучая такой тип личности как нарцисс кражи и проникновение в дом мелкие вещи такие как ручки обувь столовое серебро крадутся или уродуются при этом вы будете выглядеть психом или параноиком если напишите заявление в полицию логика такова что вор никогда не проникнет в ваш дом не оставив следов условно тактика психологической войны включает такие приемы как перестановка мебели или вещей вещи крадутся и возвращаются позднее перекладываются с места на место это делается чтобы дать понять что у вас дома побывали в ход идет даже такая тактика как заправка бака вашего автомобиля заменяет одежду такой же но размером меньше жертвы отмечали что одежду разрывали проливали на нее молоко кофе другие жидкости наносился мелкий вред диверсии могут иметь форму вредительства тайных взломов краш подбрасывания наркотиков установки жучков другой техники в домах людей распространенная тактика это отключение вашего холодильника подставы заражение вирусом через интернет поскольку у них связи на федеральном уровне у них есть возможность подстроить ложные обвинения в преступлениях с привлечением уже свидетелей в общественных местах или с привлечением информаторов Дэвид Лоссон пишет в книге террористический сталкинг в Америке члены группировки также пытаются спровоцировать жертву совершить нападение напасть на них но это никогда не делается без свидетелей обвинение в уголовном преступлении человека мишени сопровождается показаниями множеством свидетелей и затем еще и гражданским иском вредительство и вандализм это происходит как дома так и на рабочем месте электрическое оборудование может регулярно выходить из строя вам будут выключать электричество дома просто щелкая счетчиком на лестничной клетке или в подъезде зачастую этот вандализм так мелок что нет смысла жаловаться на это в полицию чистота и длительность эпизодов представляют важность если у вас регулярно отключается электричество это явный признак криминального харассмата вандализм может быть мелким просто чтобы дать понять что вас преследуют большой ущерб наносится автомобилем протыкают шины разбивают окна портят или нарушают целостность предметов обихода осуществляют вмешательство в работу устройств выводят из строя электронное оборудование вандализм и нанесение вреда домашним животным используются в качестве мести за разоблачение некоторые жертвы страдают от взлома почты которая исчезает приходит с опозданием или коверкается взламываются почтовые ящики обычные в подъезде электронная почта блокируется и фильтруется следующая тактика паскудничество осуществляются различные вредительские проделки выходки досадные каверзы по телефону в живую и в звукозаписи вам могут звонить бросать трубку особенно ночью они любят это делать поразительство относится именно к вашей жизни и событиям в ней разворачивающимся в настоящее время информация получаемая посредством прослушки используется для терроризирования телефон исторически был ценным инструментом для терроризирования он используется в тактике синхронизации также к вам в дверь будут звонить и стучать неизвестные вам люди по любой причине занесение в черные списки сталкеры группировки терроризирования будут вмешиваться в ваши личные и профессиональные отношения поскольку они финансируются государством они с легкостью сделают вас безработным карьерные возможности будут безжалостно порушены им платят за то чтобы у вас не было работы большинство жертв сталкинга безработные многие стали бы бездомными если бы не помощь родителей родственников или друзей если вы стали мишенью и настолько удачливы чтобы сохранить работу вас будут подвергать моббингу годами статья в издании Christian Science Monitor под названием «Внесен в банковские черные списки» рассказывает о внесении в реестр недобросовестных плательщиков для внесения вас в черные списки используют данные прослушки задействуют клевету оказывается это процветающий бизнес по закону многие учреждения обязаны пользоваться услугами по сверке с черными списками при открытии вам банковских счетов даже за границей при приеме вас на работу далее надзоры полицейская слежка как американское правительство мобилизует юридических и физических лиц для создания общества взаимной слежки это название работы Джей Стэнли август 2004 года федеральные правоохранительные органы разослали черные списки корпорациям с именами лиц которые не состояли под следствием и не находятся в розыске но в которых органы так или иначе заинтересованы нам уже известно что некоторые из этих ведомств преследуют и третируют граждан нелогично ли предположить что силовые ведомства злоупотребляют своим ресурсом к сожалению надо заметить что большинство личностей в черных списках террористов составляют одинокие матери зачастую с больными детьми большой бизнес становится большим братом это работа Ким Зеттер августа 2004 года все это делается с целью унизить вас еще больше такие вещи случаются с каждым и периодически осуществляется время от времени многими лицами из окружения жертв существуют зоны безопасности в которой такие люди могут безнаказанно третировать вас без страха быть пойманными одна из тактик задавать потенциально болезненные вопросы на которые уже дан ответ в резюме эти вопросы задаются обвиняющим или насмешливым тоном они задуманы чтобы будоражить в вас негативные эмоции ассоциированные с предшествующими болезнями событиями рекрутерам платит корпорация за предоставление услуг рекрутеры это те же члены корпорации просто работают на аутсорсинге так же как и штатный сотрудник принимает участие в моббинге из страха потерять свою работу если он не будет участвовать в вашей травле или подвернуться мирам воздействия или отмщения рекрутеры как виртуальные сотрудники также легко идут на сотрудничество они пытаются защитить себя посредством разрушения репутации жертвы это вопрос личного выживания издевательство имеет повторяющийся характер в увлечительных насмешливых интонациях с ерничающим и глумливым подтекстом так же как это делают ваши коллеги занимающиеся моббингом позже мужчина перезвонил мне чтобы задать вопросы обвинительным тоном и делать негативные обвинения как будто он начальник и это повторилось неоднократно эти вопросы сдаются повторно обвиняющим и на смешленном тоном это классические моббинговые игры иногда харассмент замаскирован пластами и наслоениями чтобы усилить иллюзию что вы не работаете потому что не хотите например те рекрутеры которые подвергали вас критике и нападкам оставляют еще и сообщения на вашем автоответчике или вашим родственникам и друзьям что для вас есть вакансия это делается для того чтобы вы выглядели в их глазах безработным по собственному выбору этот механизм существует потому что организации им пользующиеся владеют большинством новостных информагентств журналисты и историки заносятся в черные списки за освещение коррупции или исторических фактов которые правительственный корпоративный спрут хочет скрыть от общества продолжаем тактика сталкинга о журналистах попавших в циркулярную пилу организованные и согласованные корпоративные или правительственные усилия направлены на уничтожение их злободневных статей и уничтожение их карьеры если вас внесли в черные списки и вас терроризируют вы не сможете этого доказать как и все приемы моббинга и организованного сталкинга это будет тщательно скрыто если у вас нет личных связей скорее всего вы будете безработным в лучшем случае вы будете работать на должности не соответствующей вашей квалификации если вы все-таки куда-то устроитесь вас могут вытеснить с работы моббингом по прошествии нескольких недель и ваш экономический и финансовый статус будут разрушены они доводят человека до потери всех его работ устроиться на работу становится невозможно это утверждает Лорен Муре президент организации ученые в помощь малочисленным народам бывший специально уполномоченный комиссии по защите окружающей среды города Беркли говорил об этом на радиостанции Мурорен Муре зоне. Например, в коридоре учреждения, за углом здания, в туалете, на перекрестке, в туннеле. Тактика заключается в систематическом подрезании водителя или пешехода на его пути, на грани сбивания автомобилем или с ног. Вы не видите злодеев, пока они не вырастают, как из-под земли, прямо перед вами. Это происходит в магазинах, зданиях и на улицах. В маневрах задействованы как люди, так и машины. Они подстроятся под ваш график и ваш темп и ритм ходьбы, так чтобы всегда подкарауливать вас на заданном месте, так что вам придется протискиваться мимо них, тормозить или идти в обход. Из-за их планов подлавливать вас в определенном месте и в определенное время, согласно вашему маршруту. Вот пример. Вы идете пешком и приближаетесь к перекрестку, где вам надо перейти дорогу. Вы видите приближающуюся машину. Времени у вас достаточно и расстояние позволяет избежать столкновения пешехода и машины при переходе дороги. В расчете на это вы либо ускоряете темп, либо замедляете. Машина тут же делает то же самое, что и вы. Вы думаете, что, наверное, водитель занят чем-то еще и начинаете переходить улицу. Как только вы выходите на проезжую часть, машина развивает скорость и настигает вас на перекрестке, останавливается недалеко от вас, и водитель в салоне машет вам рукой. После этого вы злитесь, так как всего этого можно было избежать. Главная цель – причинение неудобств. Опять же, это не физические столкновения, это продуманные действия для вторжения в ваше личное пространство, чтобы вас пугать и вызывать скомфорт. Кроме того, жертвы сообщали о спланированных инцидентах с машинами, в которых они чудом оставались в живых. Это может происходить в очереди, в магазине и на улице. Эти столкновения превращаются в серию препятствий, которые преследуют вас, где бы вы ни передвигались. Далее. Блокировка, загораживание пути, создание заторов, раения и вторжения в личное пространство. На Западе, например, вам все время придется кого-то обходить, извиняться перед кем-то. Также перед вами будут внезапно останавливаться люди, чтобы завязать шнурок или подобрать монетку. Дэвид Лосон пишет в работе «Террористический сталкинг в Америке». Инсценированные события включают блокировку автомобиля жертвы, чтобы она не могла выехать с парковки. Инсценированные, подстроенные события используются для демонстрации превосходства группировки и что они таким образом контролируют время жертвы. Эти внезапные нападения также происходят на улице. Определить их можно, когда вы останавливаетесь или двигаетесь в каком-то направлении, а они останавливаются или начинают свое движение, как только двинитесь вы. Эта программа разработана для выставления жертвы в определенном свете, как страдающий от шизофрении. Толкотня, длящаяся продолжительное время, может чрезвычайно отрицательно сказываться на вашем психическом, эмоциональном здоровье. Люди, которых вы не приглашали в вашу ближайшую зону личного пространства, но намеренно вторгающиеся в нее, таким образом совершают акты насилия. Участники таких сцен могут оправдывать свое поведение служением высокой цели и не расценивать свое поведение как насилие. Но кульминация таких тактик есть не что иное, как убийство души. Психиатр Скотта Пек пишет в книге «Всоработники обмана или надежды на исцеление человечества от зла». Рестораны и предприятия малого бизнеса, где с вами постоянно толкаются, вторгаются в ваше личное пространство, третируют, используются в рамках тактики повышения визуимости. Иногда это делается нарочато, демонстративно, неприкрыто. Иногда с использованием символизма, особенно при приемах нагнетания шума, толпы, тактики повышения вашей чувствительности, сенситивности к воздействию. Кто-то может сесть и просто смотреть, пялиться на вас в ресторане, ничего даже и не заказывая. Синхронизация. Тактика употребляется при входе-выходе или въезде-выезде из зоны или помещения. Это характерный пример уровня проработки деталей, до которого они доходят, конструируя протокол запугивания, подходящий для вашего типа. Вашим соседям могут дать взятку в виде бесплатного ремонта, который вылится в очень шумный процесс строительства. Нескончаемая кампания, нагнетание уровня шума оказывается очень эффективным. Как и приемы столкновения и подрезания, шумы используются для пугания и создания уровня дискомфорта. Дэвид Лосон пишет в работе террористический сталкинг в Америке. Члены группировки запугивания будут проезжать мимо дома мишени и сигналить, тормозить со скрипом колес, создавать любой шум, какой только можно. Вы можете заметить бригаду рабочих на каком-нибудь этаже, производящую ужасный шум. Если после окончания их смены вы выйдете посмотреть на результаты их труда, вы увидите, что они не сделали совершенно ничего. Продолжительное воздействие даже небольшого шума опасно для здоровья и вызывает недомогание на физиологическом и психологическом уровне. Длительное воздействие шума может вызывать давление, повышение уровня холестерола, повреждение сердечно-сосудистой системы, системы кровообращения, желудочно-кишечный, скелетно-мышечный. Если вы беременны и стали мишенью такого харассмента, подумайте дважды. Шум вызывает потерю слуха и нарушение роста плода, может привести к врожденным порокам развития. А если это звук пилы, он может вызвать синдром Дауна у ребенка. Нагнетание шума эквивалентно хроническому шоку. Нет никакого сомнения, что такая тактика малоинтенсивной нейтрализации должна расцениваться как применение насилия. Далее. Электронный харассмент. Электронный харассмент в реальном времени – часть процесса сталкинга. Если у вас есть сайт, посвященный теме организованного преследования, вам будут поступать сообщения провокационного содержания или с заявлениями, что они жертве просят помощи с целью дискредитировать вас впоследствии. Вы можете получать несогласованные с вами рассылки и непрошные сообщения на темы параллельные событиям вашей текущей жизни, незапрашиваемая коммерческая рекламная электронная почта, спам. Преимущественное наблюдение за вами используется для запугиваний. Или вы можете получать скрытые угрозы и оскорбления. Если вы участвуете на форумах или в группах поддержки, вы можете получать угрозы через открытые сообщения на форуме. Темы на форумах могут подниматься вокруг событий вашей личной жизни, а также угрозы и оскорбления могут быть адресованы вам. Это будет носить повторяющийся характер. Эти деятели могут предоставлять вам корректную информацию, и вы не сразу обнаружите, что они при этом также пытаются травмировать вас. Зачем, казалось бы, исполнитель преступления будет предоставлять вам ценную информацию? Вот возможное объяснение. Первое. Они знают, что вы все равно впоследствии знаете эту информацию, так что этот компромисс будет выглядеть как честность и позволит завоевать ваше доверие, которым впоследствии они воспользуются. Второе. Вызвать у вас страх и неуверенность, мнительность. Третье. Это может усугубить чувство беспомощности жертвы, если ей сообщают, что ее преследуют очень уважаемые члены общества. Всякие форумы на тему сталкинга были созданы неглупыми людьми и являются очередной фазой в их компании запугивания. Если вас часто критикуют скрыто или открыто, это один из уровней маскировки, контроля, с которым вы столкнетесь. Также люди, честно пытавшиеся привлечь внимание общественности к феномену сталкинга, могли получить взятку, чтобы замолчать, подвернуться шантажу или пыткам, в том числе микроволновым оружием, чтобы заставить их стать информаторами и тем самым были сконформитированы. Некоторые из самых откровенных жертв или лидеров сталкеров в группах на форуме о сталкинге действуют с заведомой целью замедлить исследование этого скрытого феномена. И как и во всех социальных системах, имеет место зависть, страх. Если вы ищете новых друзей на таких сайтах, полагайтесь на свою интуицию. Если вы пытаетесь разоблачить сталкинг как явление, попытки дискредитации у вас будут стандартной практикой. Для них критически важно изолировать вас. Для этого у вас будет блокироваться электронный адрес, почта будет фильтроваться, компьютер будет заражаться вирусом, ваша активность в интернете будет отслеживаться, различным программным обеспечением для снижения. Но я не говорю уже об искусственном интеллекте. Если вы что-то продаете по интернету, принимаете участие в дискуссиях на форумах, зарегистрированы на сайтах знакомств, отвечаете на объявления о вакансиях, на сайтах поиска работы, абсолютно гарантированно, что вам будут вставлять палки в колеса, уничтожая ваши возможности или запугивая. Это достигается комбинированными действиями. Оплатой гражданским наемникам, оперативникам, провокаторам и фильтрованием электронной почты. Некоторые жертвы отмечали, что их ящик входящей почты сбивался спамом, хотя у них были включены фильтры от села спамов. Кроме того, вы будете получать спам-рассылки с зашифрованными атаками на подсознание в заголовках писем. Слова будут искажены, но при этом содержать сообщения, которые прочитываются невооруженным взглядом при исправлении опечаток луны. Или сообщение будет содержать оговорки по аналогии. Вам мозг автоматически служит этот пазл. Синситивизация, как тактика сталкинга, это программа повышения чувствительности и уязвимости. Компании сталкинга обычно начинаются с запуска программ синситивизации, повышения чувствительности объекта. Целью программы повышения чувствительности привлечь внимание жертву и дать понять, что ее преследует. Закрепить вредные, наносящие ущерб эмоции, вызвать душевное волнение и постоянное переживание. И закрепить их в связке с обычными объектами или звуками, так, чтобы у человека мишень можно было открыто и одновременно исподоль третировать в общественных местах. Люди могут не понимать, что они являются объектами и не могут вспомнить, когда же это впервые началось, так как группировки преследования медленно и последовательно, в течение долгого времени, наращивают интенсивность харассмента. Но в любое время группа преследования может дать вам понять, что вы являетесь их мишенью, увеличив интенсивность гонений посредством блиц-атаки. В группировке сталкинга используют программы повышения чувствительности, прилагая усилия с целью вызвать на мишени фобии, психоз, невроз страха. Он будет сохраняться много лет. Введение в НЛП. Книга Джозефа О'Коннер и Джон Сеймор. Авторство. Стимул подсознательно увязывается с предметом или действием и запускает пусковой механизм физиологического состояния. В НЛП этот процесс называется якорением. Как создаются такие фиксации? Сначала посредством повторения. Далее, что гораздо важнее, процесс якорения может быть запущен единожды в произошедшем событии, если эмоции были испытаны весьма сильные, при этом правильно выбраны время проведения мероприятия и подходящий момент. В отдельных случаях внешний стигм может вызвать очень сильное, длительное и глубокое, нежелательное психологическое состояние. Это область профессионального применения фобий. Это достигается созданием острых эмоциональных импульсов и всплесков, но закрепляется систематическим повторением этих эмоциональных состояний. Это и есть процесс якорения. В психике это эмоциональное состояние эффективно соотносится с совершенными действиями по отношению к жертве, при условии их систематического причинения. Этот процесс создания якорей также известен как эмоциональный перенос. Вы можете считать НЛП очень мощным инструментом, который может использоваться для создания быстрых и глубоких изменений в психике. То есть создание в вас желания побыстрее продать свою квартиру или избавиться от имущества из-за нападения этой банды. Группировки харассмента нагнетают отрицательные эмоциональные состояния, такие как страх и тревога, и закрепляют их в связке с бытовыми и ординарными предметами явлений среды. Стив Андреас и Чарльз Фулкнер написали работу НЛП «Новая технология достижений». Цитирую оттуда. Вот пример, как группами сталкинга используется техника якорения. Однажды утром вы выходите из дома к своей машине. Перед вами идет мужчина. При этом посматривает на вас враждебно, одновременно щелкая своей авторучкой всю дорогу. Вы чувствуете неприятность и спрашиваете себя, какого черта, в чем его проблемы. Два часа спустя вы выходите из торгового центра в обычный день, когда народу мало. Когда вы подходите к своей машине, к вам приближается пожилая женщина, почти наталкивается на вас, пронзительный враждебно на вас смотрит, одновременно щелкая своей авторучкой, не переставая. Тогда вы подумаете про себя нечто вроде этого. Может, между этими событиями и есть связь, а может, это просто совпадение. Но они оба уставились на меня так злобно, и оба щелкали ручкой. В тот же день, по пути домой, остановившись на красный свет на перекрестке, краем глаза вы видите пассажира. В соседней машине слева от вас вы слышите странный звук и оборачиваетесь. Вы видите мужчину, пялищегося на вас, с укмылкой на лице. Его рука свешивается из окна машины, и он держит авторучку, которая непреставно щелкает. Теперь представьте, что это длится месяц. Как-то раз вы идете по улице с другом или родственником. Мимо вас проходит мужчина, не смотрит ни на кого из вас и пару раз щелкает своей ручкой. Вы чувствуете гарантированную тревогу и волнение. Вы можете даже не знать, когда вас подвергают программы синситивизации. Но даже если вы узнали в этих действиях такую атаку, что бы вы могли сказать своим друзьям или семье. А произошло следующее. Эти столкновения, явное враждебное поведение и откровенные неприязненные взгляды с наглыми ухмылками вызвали негативные эмоции и были зафиксированы щелканием автоматической ручкой, которая впредь выполняет роль триггера этих эмоций. Это пример работы программы синситивизации. Теперь представьте, что вас подвергают такому программированию синситивизации с привязкой ко многим объектам и звукам, каждый из которых причиняет боль. Каждый раз, как вы слышите или видите его. В этом сила НЛП. И это только один малый сегмент всей программы харассмента, которая будет к вам применяться. Жертвы по всей стране и по всему миру сообщали о том, что данные методы применяются с использованием звуков, жестов, мобильных телефонов, ноутбуков, ручек, машин, часов, одежды, символики, цветовой символики, других объектов. Этот тип атаки теряет свою силу, если не ужесточается. Поэтому группировки сталкеров будут периодически подкреплять эти якоря и напоминать вам, что вы находитесь в их власти. Эти триггеры блиц-атаками будут совершаться время от времени и по идее это навсегда. Группировки воспользуются объектом, которым вас мучили во время синсетизации и увяжут его с другим объектом. Идея состоит в том, чтобы расширить круг объектов, с которыми у вас ассоциируется страх, ужас, смятение, тревога, угроза, испуг, чувство мучительного беспокойства, боязни, волнения, гнев, ярость, раздражение, боль, злоба или стыд, досада, неприятность, скандалы, жалость, обида, любого рода негативная эмоция. Например, когда у вас уже выработан рефлекс, болезненные переживания, тогда они могут расширить свой харассман за счет звуков, включая по очереди сигнализацию машин в частой, быстрой, непрерывной последовательности в течение короткого отрывка времени и так много раз в течение дня под вашим окном. Потом, вместо повторения, боя, сигнализации 10 раз, они делают это 2 или 3 раза подряд, просто для того, чтобы дать вам понять, что вас преследуют. Хотя это и делается только пару раз подряд, вы знаете, почему они это делают. И испытывайте автоматически злость, страх, волнение или другие отрицательные эмоции. Вы также будете испытывать фрустрацию, пытаясь довести свои соображения по этому поводу до окружающих, но они вас не поймут, так как такие действия сигнализации будут расценены как отдельные странные эпизоды, поскольку у окружающих не было такого программирования, у них не было такого предшествующего опыта сенситивизации, как у вас с этим звуком. Они не в курсе, что это эпизод большой программы харассмент, что эти годки означают. Опять же, книга введения в НЛП Джозеф Маконнер Джон Сеймер якоря могут увязываться друг с другом, каждый якорь может стать связующим звеном в цепочке операций и вести к следующему триггеру, как импульс в электрической цепи от одной нервной клетки до другой. Продолжаем о тактике организованного сталкинга. Следующая тактика называется постановки, постановочные разговоры. Постановки квалифицируются как разновидность уличного театра, представляющие собой вербальный и невербальный виды харассмента, угрозы, оскорбления, запугивания и насилия, передаваемые как открыто, так и в ходе неявного взаимодействия, символизма или других средств. Постановки могут осуществляться после того, как жертву уже подвергали сенситивизации. Этот харассмент может иметь форму метафорических высказываний, словесных ремарок, переданных при помощи метафор и словесных ремарок с символизмом, с использованием одежды и других средств, трансляцией слов и даже пением песен. Оскорбления и комментарии прохожим на улице, задуманные так, чтобы вызвать параноидальную реакцию, сальные взгляды и другие виды неприятного поведения ранее дружелюбных соседей, коллег, отмечаются по отношению ко всем жертвам сталкинга. Соседи, незнакомцы, коллеги могут говорить по мобильному телефону и громко акцентировать оскорбительные слова, проходя мимо вас и пялись вам в лицо. Наглые, враждебные взгляды и самодовольные ухмылки также являются в этой схеме общим местом. Обычно они заметают следы, маскируют оскорбления и маскируют выпады фальшивыми разговорами по мобильному телефону, инсценированными переговорами и беседами друг с другом или с другим человеком. Некоторые выпады очень тонкие, подразумеваемые, но болезненные и эффективные. Например, когда вы находитесь в ресторане, рядом с вами может сесть парочка за соседний столик и упоминать какие-нибудь события, которые в настоящее время происходят в вашей частной жизни, чтобы привлечь ваше внимание. И затем несколько раз произнесут такие слова, как параноик, сумасшедший, подавленный, боится, паник, больной, депрессивный, безумный и прочее. Это может быть сделано несколько раз, при этом голосом акцентируются слова триггер. Идея состоит в том, чтобы словами вызывать, активизировать болезненные эмоции. Это не только возможно, но работает наилучшим образом, когда вы не подозреваете, что к вам применяется такая методика. Подтекст это мета-сообщение, это внушение, скрытое в высказываниях, даже в комплименте. Тон, громкость, ритм отдельных слов, произнесенных в предложении, меняются, так, чтобы был услышан подлинный смысл, посыл, смысловая нагрузка. Сложно организовать защиту от злобы и неодобрения, выражаемых подспутно через подтекст в мета-сообщениях. Нападение зачастую настолько тонко, что вы даже не можете вполне определить, как вас задели. Основное назначение мета-сообщений скрыто выразить то, что запрещено выраживать открыто. Поскольку нападение посредством мета-сообщений носит скрытый характер, нет возможности для открытых ответных мер. В разговоре отдельным словам продается особый вес. Громкость, тон, темп речи могут изменяться для произнесения отдельных слов более громко или длительно по сравнению с другими. Это может полностью менять смысл сказания. Схема гипнотического внушения по технике Эриксона экспертов по НЛП Ричарда Бандлера Джона Гриндера приводит следующий пример. Например, образец разговора как используется внушение для харассмента людей в ситуации. Вы подверглись блиц-нападению с использованием шумовой кампании, искусственной толчьи, столкновение с людьми по пути на автобусную остановку. Чувствуете себя как будто прорвались через минное поле и были изранены. Так оно и есть. Сердце колотится. Вы садитесь в автобус и начинаете расслабляться напротив вас. Садится парочка и заводит разговор. Его обрывки долетают до вас. Его машина не работает. Вы думаете, моя машина в ремонте. Вы слышите? Они считают, что это аккумулятор. Вы думаете про себя. Какое совпадение моей туры ставит новый аккумулятор. Теперь они привлекли ваше внимание и разговор меняет русло. Лицо первое говорит лицу второму. Я его видел на этой неделе. Его машина отвратительно выглядит. Лицо второе отвечает. Какой ужас! Что с ней? Лицо первое постоянно выходит из строя. Лицо второе говорит. Не хотел бы я быть в той машине. Она вообще неконтролируемая. Лицо первое это безумие. Лицо второе я ненавижу, когда он такой. Лицо первое он сумасшедший. Он знает, что она постоянно выходит из строя. Лицо второе я знаю, что он сумасшедший. Сколько раз уже она расстраивалась. Лицо первое хоть я и не параноик, но он должен сдаться. Лицо второе ты не параноик, но я не доверяю этой машине на дороге. Лицо первое это сумасшедшее или что он чокнулся. Лицо второе он больной, что не избавляется от нее. Я ему сказал, что он чокнутый. Лицо первое это что от глупости. Лицо второе я согласен, я думаю он просто дурак. Лицо первое когда я поднимаю эту тему, он так напрягается. Лицо второе я знаю, у него крыша поехала с этой машиной. И так далее, и так далее, и так далее. Выше приведенный разговор пример запечатлений гипнотического внушения, замаскированного гипнотического внушения, которое может быть очень эффективно использовано при подавленном, депрессивном состоянии, нервном срыве, в то время, в то время как сам подтекст транслируется на подсознательный уровень, потенциально вызывая желаемые эмоции. В диалогах используются значимые для жертвы слова или информация о жертве или личной жизни, собранные из прослушки и других способов слежения. Группировки сталкеров будут пытаться вызывать у вас негативные эмоции всех сортов. Из книги НЛП «Новая технология достижений» Стив Андреас и Чарльз Фолкнер. Когда мы что-то слышим, даже в чужом разговоре, мы не можем не представлять себе эти образы и звуки. Профессиональный соблазнитель знает это интуитивно. В НЛП мы знаем это явным образом. Вы не можете не вступать в коммуникацию на своем родном языке естественном, который вы понимаете, хотя бы это должен быть язык. Символизм является важной составляющей атак на подсознание. После сенситивизации жертвы ее будут преследовать, оскорблять и угрожать при помощи символики на одежде, в газетах и других предметах. В ход идут слоганы на футболках «Будь осторожен!» А также сатанинская символика символы черной магии в качестве тактики привлечения внимания они будут брать события вашей текущей частной жизни и упоминать их, используя любое количество методов. Это было также отмечено лицами, подвергавшимся кратковременному сталкингу в течение нескольких дней во время антикорпоративных митингов и демонстраций. Тема может относиться к чему-то в вашей будничной жизни ее могут использовать один день или в течение последовательности дней или недель. Моббинг также известный как дедовщина буллинг травля третирование психологический терроризм организационное насилие описывается как коллективная форма психологического насилия при которой многие лица объединяются для гонений одного человека. Моббинг это разновидность нейтрализации человека без использования каких-либо физических средств. Унизительное и уничижительное взаимодействие зачастую используется чтобы принять и подавить кого-то чтобы не выделялся. Линда Блад в книге «Новые сатанисты» излюбленный прием исторически используемый сатанистами преследующими своих жертв это перестановка смещения мебели в доме перемещение вещей главным образом одежды или продуктов питания с ее обычного места хранения куда попало. Эти преследователи будут следовать за вами в ресторанах и общественных местах где будут пытаться брать вас в окружение пинать ваш стул досаждать любыми возможными способами то же самое делается на работе коллегами обычно они садятся рядом и упоминают в разговорах несколько тем касающихся ваших дел это делается в целях запугивания и попытки вызвать чувство беспомощности у вас если вы захотите кому-то рассказать о таком преследовании вам не поверят этот тип харассмента создан чтобы вызывать паранойю есть книга Виктора Сантору как свести своих форгов с ума например там цитируется следующее мимо вас проходит незнакомец смотрит на вас ухмыляясь и говорит кому-то по мобильному телефону я потратил 400 тысяч несколько минут спустя мимо проходит пара монотону но громко один говорит другому да но не слишком ли это дорого потом проходит следующий человек громко говорит по мобильному мне не понравился знаешь иногда душа не лежит к каким-то домам секунды спустя мимо идет прохоз реклама агентства недвижимости на футболке потом когда вы приходите домой вам звонит агент из агентства недвижимости и жалуется что вы не звонили как всегда личная информация собранная прослушкой используется преимущественно для харассмента это хорошо задокументированный факт подтверждаем не только бесчисленными жертвами рейдерства и веб-сайтами но и книгами такими как война у нас дома Брайана Глика и террористический сталкинг в Америке Дэвида Болосона нет никакого мелочного или низкого поступка до которого не опустились бы эти люди они будут тратировать вас абсолютно любыми методами это паразиты они будут атаковать даже с использованием электромагнитного и микроволнового оружия это утверждают десятки тысяч людей во всем мире к примеру некоторые виды незасекреченного оружия направленного действия вызывают тошноту усталость головные боли жидкий стул разнообразные симптомы это не научная фантастика такая технология существует об этом в следующем видео заключительная часть по тактике сталкинга цитирую Дуглас Пастернак книгу удивительное оружие такое оружие направлено на конкретного человека в толпе существует даже техническая возможность проигрывать звукозаписи в формате п3 направленного действия люди которых подвергают организованному сталкингу отмечают слышание хлопания дверьми голоса крики птичьи крики пение и прочие эффекты некоторые слышат собственными ушами звуки исполнения казни посредством расстрела наиболее полная информация об этих видах вооружения есть на сайте стоп 007 Кэтрин Ортон которая собрала огромную ваше данных о различных видах преследования которым силовики подвергают совершенно невинных людей и у специалиста НАСА Ричарда Лайтхауса Публикация Foreign News Ультразвуковые лучи направленного действия Некоторые виды оружия направленного действия имеют свойство проницать сквозь стены Это микроволновое оружие вызывает тошноту жжение головные боли проблемы со зрением повреждения нервной системы и внутренних органов инсульт неспособность сконцентрироваться огромное количество людей подвергается воздействию микроволновым оружием во всем мире Доктор Райнхард Мюнцер в работе использования оружия направленного действия DEW против людей Об этом видеоружии известно только жертвам и использующим его преступникам Высокомощное СВЧ оружие которое применяют самые современные высокотехногенные банды это силовики и спускает волны непрерывного излучения или пульсовые волны в течение длительного периода времени особенно ночью из устамовок машинах и минивэнов или зданий рядом с жертвой кроме того ими используется оборудование для визуализации которое позволяет получать изображение сквозь стены кроме того преступники также используют тактику информационной войны зная все о своем враге и не давая знать ничего о себе пользуются преимуществом информационного доминирования нарушают работу средств связи жертвы жертвы подвергаются экстремальным воздействиям и переживают невероятные вещи почти никто не может поверить их заявлению некоторые эксперты работающие на германскую армию или нато очень хорошо осведомлены о микроволновом оружии эти установки могут использоваться для истощения жертвы и энергетического обессиления частота следования импульсов может настраиваться в целях вызова усталости либо возбуждения бессонницы например хотя импульсы медицинского прибора передачи на радиочастотах лида не распространяются на значительные расстояния они могут проходить сквозь стены жилого здания этот прибор был еще в советском союзе известен и по размеру он напоминает буханку хлеба у советских спецслужб есть фотография с изображением радиопередатчика лида стоящего на сцене при этом целый зал людей погружен в сон благодаря импульсам прибора сейчас эта технология используется на всех вышках связи вы думаете что это мобильная связь а это оружие которым собственно вы все и облучаетесь в заданном диапазоне и кроме того это еще и передатчики микроволнового оружия голос в голове об этом писал доктор Элден Бирт исследователь психотронного оружия в США называется эта технология V2K Voice to Scow также известна как феномен микроволнового слышания был открыт во время Второй мировой войны и голос или иной звук может транслироваться через расстояние сквозь стены непосредственно в мозг человека и это было возможно еще 40 лет назад журнал АПА описывал успех доктора Джузефа Шарпа и его установки Voice to Scow V2K журнал АПА расшифровывается как американский психолог и название статьи там было незанятый канал передачи данных этот канал находится вне диапазона слуха человека но не вне человеческого восприятия обычно он не используется но является прямым потайным ходом к подсознательной деятельности технология инфозвука Silent Sound применяется посредством установки спрятанного динамика возле рабочего места человека или у него дома по каналу при помощи динамика внушения и указания могут проигрываться непрерывно и человек не будет осведомлен о них на уровне сознания оказывается это оружие использовалось на иракских солдатах во время первой войны в Персидском заливе инфразвук ультразвук передается волновым способом по обычным радио или ТВ частотам тем не менее требуется динамик но Silent Sound может не только наводить на мысль но и имитировать эмоции журнал Nexus цепь событий выпуск 6 том 5 за октябрь ноябрь 1998 года статья называлась использование военными оружия контроля сознания психотронное оружие применялось на войне в Персидском заливе гораздо более мощная технология использовалась для воздействия на подсознание сложная электронная система обращалась непосредственно к интеллекту слушателя для искусственного насаждения отрицательных эмоциональных состояний чувства страха тревоги отчаяния и безнадежности эти эмоции могут теперь транслироваться с любой вышки мобильной связи для чего и устанавливается 5G эта система воздействия на подсознание не просто передает внушение и испытывает заданную эмоцию например ненависть желание расстрелять кого-то она заставляет человека испытывать ее по-настоящему насаждает эмоцию в человеке это означает что сообщения на подсознательном уровне ниже порога восприятия могут передаваться на расстояние и через стены напрямую в мозг человека система успешно использовалась на протяжении операции буря в пустыне в Ираке это подтвердил Эдвард Тилтон в обращении к отряду бойцов от 13 декабря 1996 года и в 90-х годах эти технологии одной установкой 5G были опробованы в Руанде где была проведена операция Климсон-Мист Малиновый туман в результате которых был зарезан расстрелян и уними способом уничтожен 1 миллион христиан это племя Тудси это все сделано одной установкой 5G которые обработали население с самолета и геноцид Линсы 3 месяца доклад от 25 сентября 1999 года называется контроль сознания при помощи СОЧ-излучения современные механизмы пыток и контроля против прав человека и частной жизни доктора Рауни Лина Кильде бывшего главного специалиста по здравоохранению Финляндии там говорится следующее все наши эмоции настроения и мысли имеют свою чистоту которая исследована и зарегистрирована если эти данные попадут в руки злодеев наше поведение и отношение ко всему подвергнутся манипулированию лиц этика и мораль которые не соответствуют нашим интересам такие люди проникли в военные круги и в разведывательные сообщества это оружие преодолевает любые типы экранирования за свои попытки привлечь к этой теме внимание Европарламента доктора Рауни Лина Кильде была убита причем от ее тела 4 дня понила радиация это была Норвегия США применяет арсенал высокотехнологичного вооружения газета Cincinnati Port 20 марта 2003 года и агентство новостей Associated Press говорят нам следующее бывший служащий национальной службы безопасности Джон Сент-Клэр Эквей один из некоторых пострадавших лиц осмелившихся подать гражданский иск к этой службе к национальной службе безопасности в течение 12 лет его подвергали харассменту с использованием засекреченной технологии оружия направлен передачи энергии информация о его деле опубликована на сайте emhdf.com Хесус Мендоза выступил на радиошоу The Power Hour с описанием своего такого же опыта и таких свидетельств многие тысячи подвергшись таким опытом человек слишком истощен чтобы внятно объяснить что с ним происходит однако логично предположить что организации задокументированной историей издевательств опыта и пыток которым относятся все силовики терроризирование граждан станут использовать и такое оружие на людях выводы выводы о тактике сталпинга невозможно и избыточно пытаться разъяснить каждый вид и вариацию тактики харассмента ее подбирают индивидуально и в совокупности организаторы харассмента могут быть лучше осведомлены о ваших привычках чем вы сами к примеру ваши обычные маршруты будут использоваться для различных постановочных эпизодов уличного театра на всем протяжении вашего пути переезд из данного района или штата или страны не остановит харассмент это феномен не только национального охвата но и распространенный по всем странам НАТО и по всей России он оказывается одним из компонентов политического движения в услужении у глобализации сами по себе отдельные виды тактики не являются нелегальными или очень действенными но в сочетании с другими тактическими приемами осуществляем систематически силовиками в круглосуточном режиме с неограниченным бюджетом они обретают качество болезненные пытки и трудно доказуемого истязания это протокол убийства который не оставляет следов следующее видео будет посвящено тому почему это применяется почему и для чего применяется ганд сталкинг организаторы этой практики успешно понизили порог чувствительности общества до невосприимчивости и убедили всех что это нормально нарушает гражданские права изначально эта практика применялась по отношению к преступникам якобы провинившимся на сексуальной почве и другим нежелательным лицам это было начинание якобы из лучших побуждений однако в связи с отсутствием этического надзора над силовиками кого бы то ни было существенным образом все это подверглось коррупции де-факто в настоящее время организованный сталкинг это параллельная система правосудия служба мести и расправы которая используется всеми желающими для тихой нейтрализации для решения хозяйственных споров для рейдерства для вымогательства есть база данных или список в которых вносится лица которых классифицируют как ненужных нежелательных как диссидентов эта система служит для геноцида соответственно вы можете догадаться что геноцида подвергается имущий класс у которого есть что отнять то есть для полного отъема активов у людей книга Алекса Константина виртуальное правительство операции ЦРУ по контролю над сознанием США не объявляли открытую войну рядовым гражданам но незаконные эксперименты и жестокие нападения с использованием зловещего оружия в диапазоне волн звуковых частот радиоволн и волн сверхвысоких частот умышленное нанесение телесных повреждений осуществляются силовиками федерального значения на протяжении 50 лет я считал что пресса как наблюдатель держит эти ведомства под контролем и что журналисты где-то даже перекибали палку мешая органам работать я верил что эти агентства и ведомства не станут тратить ресурсы на невинных людей особенно тех кто ничего из себя не представляет я думал что у них есть дела поважные я ошибался я не подозревал что утечки в прессу это верхушка айсберга огромной и организованной коррупции я понял что есть целое сообщество жертв криком кричащих с целью привлечь внимание к проблеме но их усилия саботирует пресса и организации по защите прав человека в которой поступает множество жалов кстати типаж женщин которые выбираются в жертвы производят впечатление независимых слишком интеллигентных одиноко проживающих делающих карьеру этот тип женщин превалирует среди пострадавших мужчин среди пострадавших меньше но и они отличаются чувством собственного достоинства и самоуважения которые провоцируют травлю по отношению к ним интервью Джулиан Маккини в журнале Следователь почему это применяется одна из причин месть группировки сталкеров предоставляются по найму как пакет мужчине такой пакет может заказать каждый у кого есть связи или капитал для оплаты услуг в правительстве и корпорациях есть больные люди с садистскими наклонностями которые прибегают к таким услугам для решения всех своих хозяйственных вопросов или если считают что им перешли дорогу следующая группа которая подвергается воздействию организованного сталкинга это разоблачители любых преступлений в интернете есть сайты где бывшие сотрудники спецслужб указывают что они тоже подвергаются воздействиям от ведомств которым когда-то служили виртуальное правительство операции ЦРУ по контролю над сознанием книга Алекса Константин цитирую целью является изоляция причиняющего неприятности информатора чтобы выставить его некомпетентным и нелояльным создающим проблемы на работе психически нездоровым несбалансированным человеком в глазах правоохранительных органов или общества разоблачители выдавливают с работы показательно припугнув его для коллег и сторонников насилие продолжается пока жертва не дискредитирована не истощена финансово и морально доведена до жалкого состояния здоровья а карьера разрушена следующая группа подвергающаяся воздействию сталкеров это активисты или диссиденты в разных странах корпорации используют профессиональные группировки харассменты для травли людей которые мешают у правозащитников и защитников гражданских свобод богатая история таких эпизодов если ваши взгляды не соответствуют принятой корпоративной или государственной политике и вы активно информируете общественность о каком-то преступлении пусть даже совершенном в отношении вас или вашего класса или большой группы лиц или о проблеме коррупции очень вероятно что вы станете мишенью этого вида терроризма людей кто находится в оппозиции любой кто находится в оппозиции глобализации автоматически может стать мишенью Брайан Глик в книге война у нас дома скрыта война против активистов и что мы можем противопоставить говорит что документы свидетельствуют что большинство жертв были вовлечены только в мирные акции протеста они не представляли опасности чьему-то здоровью или угрозой безопасности они являлись угрозой только для статуса кво их единственное оружие было сила слова а единственная угроза свой пример доброй воли департамент юстиции заявлял что первоначально программа Коминтеллпро требовалась для защиты национальной безопасности и предотвращения терроризма однако это привело к низложению демократии и пропаганде насилия и терроризма в конфиденциальном меморандуме ФБР даже мирные протестующие теперь обозначаются как потенциальные террористы чтобы попасть в черный список лиц которых подозревают в терроризме не требуется ничего именно поэтому этот список забивают женщинами матерями одиночками матерями детей больных аутизмом кто угодно находится в нем даже дети за время действия программы МКАУТРА порядка 23 тысяч лиц были травматизированы большинство из этих лиц были подвергнуты недобровольному и неосознанному экспериментированию этих ведомств над ними и в жизни были практически разрушены эти люди не морднув глазом экспериментируют над населением и затем заметают следы своих преступлений прикрываясь интерес мациональной безопасности изучив истории некоторых из пострадавших изучив факты я пришел к выводу что эти действия были совершены монструозными людьми злоупотребляющими ресурсами и возможностями совершающими преступления против человечества наконец следующая причина это экспериментирование не забывайте что вы как крысы в лаборатории лаборатории для экспериментов больше не нужны так как оружие направленной передачи энергии может использоваться на расстоянии то есть гулаг может быть у вас дома людям отказывают в помощи организации созданные для помощи жертвам пыток и технологии контроля разума их в рабочем порядке запросто относят к категории душевнобольных в целях дискредитации некоторые жертв контроля сознания издали книги на эти темы одна из жертв программы МК-аутера по имени Кэтио Бранинг написала книгу в соавторстве с Марком Филлипсом бывшим оперативником ЦРУ под названием «В доступе отказанных по соображению национальной безопасности» этот тщательно выдокументированный отчет о ее взаимодействии с системой и проблемах с которыми она столкнулась то есть укрывается преступлением в том числе судами в том числе по соображениям национальной безопасности она и Марк считают что акт о национальной безопасности 1947 года используется для прикрытия преступления и с ним должно быть покончено для сведения Росреестр может вам отказать в предоставлении сведений о истории вашей квартиры о регистрационном деле именно по той же самой причине ваше дело будет засекречено по соображению национальной безопасности и тут мы переходим к теме рейдерства сталкинг стандартная практика для рейдерств в Москве попытки правительства или иных заинтересованных сторон неправомощно завладеть земельными участками или квартир и закон собственник практика показывает что одиночки подвергаются харассменту в силу их очевидной уязвимости таким образом если вы владелец московской квартиры вы находитесь в зоне риска если вы женщина или пенсионер или пара пенсионеров или алкоголик или душевно больное лицо вы потенциально бомжи доклад от 25 сентября 1999 года контроль сознания при помощи СОЧ-излучения современные механизмы пыток контроля против прав человека и частной жизни доктора Раунилина Кильде бывшего главного специалиста по здравоохранению в Финляндии указывает кто является мишенем эксперименты продолжаются над солдатами заключенными детьми инвалидами пациентами психбольниц гомосексуалистами и одинокими женщинами они все еще остаются подопытными морскими свинками для опыта в гонке химического и электронного вооружения но сегодня кто угодно может стать мишенью даже тех кто изобрели эту систему практически не важно по какой причине это происходит нет никаких оправданий систематическому истязанию человека окончание темы цели гангсталкинга а также симптомы испытываемые жертвами мы остановились на том что целью кампании гангсталкинга является изоляция объекта от друзей семьи доведение его до безработицы и потеря жилья и снижение уровня жизни настолько чтобы объект был доведен до нервного срыва психоза фобии до самоубийства или оказался на больничной или тюремной койке огромные усилия будут приложены для отделения жертвы от родственников и друзей будут предприняты меры для разрушения всех аспектов жизни объекта чтобы сподвигнуть его к суициду переезд не поможет остановить террор так как он будет продолжен независимо от места жительства это не оставляющий следа яд использованной элиты корпорациями и силовиками доклад от 25 сентября 1999 года доктора Рауна Лина Килле бывшего главного специалиста по здравоохранению в Финляндии указывает что промежуточная задача применения технологий контроля сознания расстраивать память цель дискредитировать людей посредством провоцирования на совершение аномальных непредсказуемых поступков довести их до сумасшествия или совершения убийства или самоубийства если вы стали мишенью люди дирижирующие этими событиями пытаются убить вас это преднамеренное убийство с отягчающими обстоятельствами убийство с заранее обдуманным умыслом и геноцид но они будут в равной степени удовлетворены если у вас поедет крыша и вы совершите массовое убийство в этом случае не выполнена задача нам очень жаль похоже покойник был более нестабильным типом чем мы думали он не говорит что покончит с собой нам очень жаль такого никогда не происходит у нас вы не замечали изменения в его поведении какая трагедия мы чем-нибудь можем помочь это и есть иезуитство никто и не заподозрит что эти криминальные госслужащие совершившие преступления зарабатывают этим на жизнь этот капкан использовался много раз эти услуги используются не только коллекторами и рейдерами доктор Лерен Море работа электромагнитное вооружение технология политического контроля здесь указывается что мы неоднократно фиксировали факты сотрудничества соседей жертв в компании харассмента членов семьи жертвы также привлекают к сотрудничеству то есть в семье достаточно одного предателя чтобы утопить целую семью целый класс общества зиждется на таких мелких душонках цель полная изоляция и выбивание всех социальных опор из-под жертвы чтобы по возможности довести жертв до самоубийства так же как моббинг осуществляется с намерением представить уход коллеги с работы как принято им по собственному желанию решению организованный сталкинг используется для изображения его самоубийства или совершенного им под действием контроля сознания убийства как его собственный выбор это законное убийство срежиссированное силовиками спецслужбами использующими гражданских лиц для исполнения преступления это и есть скрытое зло симптомы испытываемые жертвами ганг сталкинга динамика моббинга и организованного сталкинга одинаковая поэтому и симптомы тоже одинаковые симптомы перечислены по книге моббинг эмоциональное насилие на рабочих местах в Америке авторства Девенпорт Шварца и Элиота Итак Тяжелая затяжная депрессия Острые панические атаки Инсульт Другие тяжелые заболевания в том числе ревматологические Самоубийство Насилие направленное на третьих лиц Неконтролируемые эмоциональные вспышки Непропорционально бурное отреагирование на раздражители Намерение совершить самоубийство и или убийство Постоянная тревога Фобия Страх людей Фаталистический взгляд на мир Хронически плохое настроение Частые или продолжительные больничные листы или Неспособность работать Неспособность выполнять сколько нибудь сложные задачи Страх интеллектуального труда Неспособность сконцентрироваться Изоляция Принудительное медикаментозное лечение от тревожности или депрессии Тюремное заключение Принудительное помещение в психиатрическую клинику Потеря Жилья Инсценированная авария Смерть Продолжительный стресс вызывает выкидыш Средства массовой информации не осознали правдоподобную вероятность того, что закажущимися бессмысленными жестокими убийствами групп людей в общественных местах стоят зловещие технологии моббинга организованного сталкинга воздействия которых длительное время подвергали убийцу и контроль сознания чтобы довести его до состояния психоза Согласно данным доктора Лимана приблизительно 15% самоубийств в Швеции приписываются воздействию моббинга Исследование доктора Лимана не рассматривает сколько случаев массового расстрела коллег относят насчет психологического харассмента Также в рамках исследования не изучали сколько убийств и самоубийств вызвано организованным сталкингом До сих пор в США таких исследований не проводилось Когда я работал в Бостоне пять лет назад каждое утро я проходил мимо и мне никогда не приходило в голову что кто-то из бомжей был внесен в черные списки и неоднократно выдавлен с работы посредством моббинга Я даже не знал о существовании такого механизма Большинство жертв таких психотехник были бы бомжами если бы не помощь родственников и друзей в следующий раз проходя мимо бездомного с табличкой работаю за еду вы можете сделать вывод что вполне вероятно он жертва этой невидимой системы существует исходное предположение что работник сам виноват в своих проблемах на работе а не корпорация если вы откровенно откровенно я рекомендую и целые и целые корпуса стоят в крупнейшей больнице психиатрической города Москвы куда участковые куда участковые талкинг спутанно университеты депрессии Страница на вас. Вас будут считать профессионально несостоятельным сотрудником, недееспособным и буйным. Этот ярлык останется с вами до конца жизни. Вам придется отвечать на вопросы о вашем психическом здоровье в анкетах при приеме на работу и учебу в опросниках страховых компаний. Хотя это незаконно дискриминировать на основании психических болезней, вы никогда не докажете флаг дискриминации. Вам также могут отказать в выдаче прав на вождение различных транспортных средств. Вы можете солгать в анкетах, но если они выяснят правду, вас могут отчислить или оштрафовать. Стигма и психическая болезнь. Стигма психбольной порождает предрассудки и дискриминацию. Многие жители противятся тому, чтобы в их микрорайоне проживали лица с психическим заболеванием. С точки зрения адаптации на рынке труда, лучше быть бывшим зэком, чем человеком с зафиксированным психическим заболеванием. Что касаемо моббинга и организованного сталкинга, учтите, что действительно больные люди – это те, кто координирует или участвует в этих актах насилия. Результаты организованного преследования и моббинга. За последние 10 лет выросло число лиц, учинивших массовое убийство в общественном месте или у себя на работе. Вполне вероятно, что моббинг сыграл решающую роль в росте числа этих преступлений. Сложно догадаться, что являешься жертвой спланированного харассмента, и от тебя собрана информация. В то же время группировки постепенно наращивают интенсивность харассмента. Я склонен полагать, что лиц, догадавшихся, что происходит, можно пересчитать по пальцам. Думаю, что моббинг стал чрезвычайно распространенным явлением, которое трудно оценить в цифрах. Без сомнений, что жертв тысячи. Но я уверен, что большинство из них бежит по тараму и начинает принимать совершенно ненужные лекарства для лечения заболеваний, которых нет. Для сведения о масштабах этого явления. Только до 2003 года в Москве от рейдерства, по данным Интерпола, погибло более 1 миллиона человек. Это только установленные трупы. И это больше москвичей, чем погибло за время Великой Отечественной войны, то есть во время Второй мировой войны. После 2008 года эти цифры возрастли в несколько раз, потому что были указаны правительством. Подписанные президентом закрыты такие организации, как РУБОПы. Организации по борьбе с организованной преступностью. То есть организованная преступность одержала окончательную победу. Характеристики участников гангсталкинга-исполнителей. На Западе бывшим сотрудникам разведывательных служб часто предлагается должность начальника почтамта. Почтовые отделения были использованы как лаборатории, поле для экспериментов над поведенческими паттернами и психологического харассмента, ничего не подозревающих сотрудников почты. Книга Алексея Константина «Виртуальное правительство. Операции ЦРУ по контролю над сознанием». Цитирую. Психологический харассмент и запугивание осуществляются наемными специалистами. Почтовая служба США и другие федеральные агентства обращаются за их услугами. Разведслужбы располагают возможностью транслировать голоса и изображения непосредственно в мозг человека. Они представляют серьезную угрозу демократическому обществу. Всякий попавший в немилость элиты может быть приговорен к нескончаемой физической и психологической пытке. Зачастую жертву убивают, не оставляя следов. Люди, осведомленные о моббинге и организованном сталкинге, знают о многих случаях, когда жертва, находящаяся в разработке, была доведена до самоубийства. Это очень сложно доказать. Также эти исследования не освещаются в прессе и не увязываются с харассментом. Журнал «Кадровое решение» ноября 2006 года. 5,5 млн долларов в качестве компенсации по делу о сексуальном домогательстве. Присяжные присудили компенсацию в 5,5 млн долларов в семье женщины-работника почтовой службы, доведенной до самоубийства начальством и подчиненными их. Они обвинили ее коллег в намеренной небрежности на работе и срывов сроков доставки и исполнения работ для подрыва ее работы. Самоубийцу оставила записку, обвиняя почтовую службу. Харассмент, направленный на одного человека, совершенный многими лицами, включая начальство, коллег и подчиненных, и завершившийся самоубийством – это моббинг. И хотя статья описывает дело о сексуальном домогательстве, эту женщину подвергли моббингу, в настоящее время нет законов, запрещающих моббинг, но в порядке моббинга применяются и другие виды дискриминации и харассмента. В газете Guardian 9 января 2001 года родители повесившегося сына добились права на суд посмертно. Жермейн Ли оставил предсмертную записку матери следующего содержания, передая им, что мы поучаствовали в игре, и они выиграли. Отец погибшего, Стивлин, написал открытое письмо 1500 работникам почты в Бирмингеме в поисках доказательств, что его сын подвергался буллингу, но вместо помощи он получил угрозы. Два других сотрудника сортировочного центра почтовой службы Бирмингема, которые заявили, что подверглись буллингу от коллег, сейчас находятся на долгосрочном больничном листе. У одной женщины был нервный срыв после нападок в офисе. Выше приведенная статья описывает образцовый результат моббинга. Это самоубийство, нервный срыв, долгосрочные бюллетени по болезни из-за системного харассмента многими коллегами. Статья также иллюстрирует групповой склад, настрой работников, пытающихся демонстрировать свою лояльность в виде сокрытия преступных выпадов и защищающих систему, которая их кормит, как бы зловещая эта система ни была. Это стадный менталитет. Люди, принимающие участие в травле, не имеют духа, чтобы не принимать в этом участие. Моббинг. Эмоциональное насилие на рабочих местах в Америке. Что пишут в этой книге? Увеличение числа дней по болезни. Больничные листы пользуются спросом работников в места, где практикуется моббинг, как законный предлог для отсутствия на работе. Некоторые работники становятся настолько больны эмоционально и физически, что им требуется инвалидность, и они не в состоянии вернуться к работе. Рассказывает Диана. Создается обстановка страха и опасности. Никто не знает, кто станет следующей жертвой. В 1999 году инспектор почты Кальвин Камфорт получил задание расследовать происходящее в почтовой службе смерти. Во время расследования с ним случился нервный срыв, и ему пришлось провести год на больничном. Вернувшись затем на работу, он покончил с собой на парковке возле работы. Наиболее вероятно, что этот человек обнаружил подтверждающие вину доказательства и тесную связь между харассментом на почтовой службе и убийствами. Задумайтесь об этом. То, что с ним произошло, случилось во время проведения им честного расследования доведения до самоубийств в месте, которое использовалось как полигон для испытаний методов контроля сознания и харассмента людей до смерти силовиками. Он стал жертвой моббинга. Можно с уверенностью сказать, что его подвергли организованному сталкингу. Почтальон покончил с собой возле работы. Миллоки Чурнал Сентинелл газета. 2 апреля 1999 года автор статьи Джессика Макбрайд «Беспорядочная стрельба» произошла в Центральном офисе в 1997 году. Это всего лишь примеры, однако феномен моббинга встречается в разных организациях. Расследование, проведенное самой почтой, всего лишь сделало вывод, что работники почты склонны к насилию не более, чем другие. Бывший работник почты совершил самоубийство после того, как расстрелял пять коллег. Подвергнувшись психологическим опытам на почте и харассменту, жертва не смогла восстановить силы, так как стала объектом гангсталкинга. Возможно, ее также подвергали облучению, оружием направлено на поражение. Ее мучили физически и психологически беспрерывно. У нее не было возможности установить, кто ее мучитель и какие методы они применяли. Поэтому она решилась на акт возмездия. Согласно книге Алекса Константина, после одного такого случая насильственной смерти, тело одного из сотрудников почты было передано патологоанатому, так как он завещал свои органы в научных целях. Тело оказалось непригодно в научных целях, так как органы были ужасно выжжены и покороблены в силу микроволнового облучения человека. То есть микроволновым оружием. Теперь психологический портрет участников. Базовые потребности человека находятся вне пределов культурных, возрастных и расов. Различия у всех людей, основные потребности одинаковые. Вопрос состоит в способе удовлетворения этих потребностей. Базовые нужды человека – это безопасность, уверенность, комфорт, защищенность, социальная опора, уединение. Нам всем требуется комфорт, чувство безопасности, уверенности. Свобода, разнообразие, приключения. Они нам требуются для развлечения. Значимость, независимость, важность, власть. Нам нужно чувствовать себя значимыми, влиятельными. Принятие, социальные связи, близость, чувство принадлежности группе, поддержка и любовь. Нам нужно чувствовать свою сопричастность, получать заботу. Рост, компетентность, экспансия. Нам нужно пытаться развиваться. Вклад, служба. Нам необходимо ощущать, что мы вносим свой личный вклад во что-то, улучшаем мир. Поэтому криминальные группы и деструктивные культы, культы эти, так распространены, потому что они удовлетворяют большинство этих потребностей. Чувство безопасности, приключенческий дух, власть, признание, личный вклад. Однако удовлетворение этих нужд достигается деструктивными методами. Группировки организованного сталкинга предлагают решить эти проблемы своим членам и последователям. Люди, создающие эти группировки, умело эксплуатируют эти нужды и манипулируют большими коллективами. Лидеры этих группировок извлекают финансовую выгоду и одновременно кормят свое стадо. В случаях организованного сталкинга, желающие идти на поводу в скрытых операциях под прикрытием, расценивают это как развлечение и хохму, и если бы не конечная цель. Джулиан Маккинни в книге Харасман с использованием микроволновых установок и эксперименты над сознанием пишет, Большинство людей, замеченных в участии в организованном сталкинге, имеют низкую самооценку. Многие из них неплохие люди. У них просто ограниченные возможности критически мыслить. И они легко манипулируемы, ограничены, недалеки, мелкие душонки. Это не оскорбление, а наблюдение. У них нет внутреннего стержня, и они ищут безопасности. Они жаждут признания и с готовностью проявляют конформизм, чтобы добиться его. Некоторые демонстрируют удовольствие от харассмата на местном уровне, и это является для них приключением. Они убеждены, что их группа служит высшей или благой цели. Они сильно зависят от поддержки, общинности. Некоторые из них фанатики. Они лезут из кожи вон, зная, что за ними мощная структура поддержки, а это государство. Что их не поймают, и очевидно, что государство дало им санкцию на действие. Будучи вовлечены в сталкинг, они вдохновляемы властью. Так как они знают, что уполномочены государством, они могут делать свое дело шутками и смехом. В книге «Моббинг. Эмоциональное насилие на рабочих местах в Америке» читаем. Лица, у которых слабое я, чувствуют себя безопасно, будучи членами группы, где находят поддержку. Они находят себя в принадлежности к более сильному, уважаемому идолу. В случаях организованного сталкинга роль лидера, которому члены группы себя подчиняют – это государство. Пока они придерживаются мировоззрения этой группы, они пользуются протекцией и защищенностью. Это примитивный, стадный менталитет доисторических времен. Это мышление – отличительная черта, юзитная карточка многих культов. Единственная реальность, гораздо более значимая, чем любые личные черты лидера такой группировки – это стадо. Стая из людей, подчинивших свою волю чему-то большему. Люди, функционирующие на определенной частоте или волне, склонны притягиваться к лицам и объединяться со структурами, которые живут на той же волне. К примеру, самые страшные и масштабные исторические злодеяния совершались не индивидуалистами, а группами – большими коллективными. Вы можете рассматривать этот феномен как поле отрицательной энергии, которое продолжает прирастать и использовать человеческих существ как инструмент самовыражения. Почти всегда это поле маскируется под нечто доброе, типа великой идеи, и использует ложь и обман для вовлечения новых членов. Люди, вовлеченные в совершение злодеяний, попадают в эту структуру и совершают злодейство этих людей. И привлекает такая энергетика, потому что они функционируют на той же волне. Это низкочастотный диапазон, это примитив. Некоторые привыкли называть такое энергетическое поле злом, но я думаю, более корректное название – безумие. Если бы члены этих спонсированных государством группировок, сект сталкеров, слились в единую физическую структуру, она имела бы вид гигантского паразита. Частный детектив Дэвид Лоусон считает, что такие люди находятся на грани умственной отсталости в интеллектуальном отношении. Люди, которых привлекают и которые вовлекаются в группировки сталкинга, ощущают себя маловлиятельными и бесправными, испытывают гнев и злобу. У некоторых из них проблемы с головой. Обычно такие люди тихонь и слишком трусливы, чтобы участвовать в сталкинге и харассменте. Но как только они вдохновляем группой, которую считают всемогущей, они становятся зависимыми. Она удовлетворяет их базовые человеческие потребности. Умственная недостаточность становится нормой, так как большинство членов отличаются таким же недостатком. Многие из них больны, в смысле чрезвычайно недоразвитые. Следующее видео будет посвящено теме, почему они продолжают. Почему они продолжают заниматься гангсталкингом безнаказанным? Фактически силовики в услужении у эстаблишмента, правящей верфушки общества, дали право местным и федеральным органам лепить ярлык душевно больного каждому, жалующемуся на действующую систему. Другая причина, по которой пресса и медиа, находящиеся в собственности у корпораций, не касаются этой темы, в том, что они управляются организациями, которые используют эту судебную систему параллельно официальному правосудию. Джулиан МакКинни пишет Согласно имеющимся сведениям, те немногие адвокаты, которые привлекали внимание к отъявленным выпиющим нарушениям профессиональной этики, наталкивались на стену саботажа. Масс-медиа отказывается информировать общественность об этой теме. Районная полиция квалифицирует индивидуальные жалобы и заявления касательно правительственного харассмента, как галлюцинации и бред сумасшедшим. Некоторые правоохранительные ведомства, признавая реальность данных ситуаций, отказываются вмешиваться, считая, что это действия силовиков. Американский союз гражданских свобод и Организация Международная Амнистия не способны вмешаться или отказываются это сделать. Обе организации признают, что получают много жалоб от лиц, утверждающих, что они являются объектами таких действий. Вот еще причины, по которым это держится в тайне. Это узковедомственные дела. Участники сталкинга клянутся хранить тайну, то есть это тайные общества, то есть оккультные. Некоторые дают подписку о неразглашении или аналогичные заявления. Есть такое понятие, как омерта. Членам группы предоставляется информация, требующаяся только для исполнения своей личной роли, и они не в курсе общего направления и курса программы. Участники объединены в сеть. Люди, спонсирующие или финансирующие эту деятельность, владеют ведущими СМИ, институтами психического здоровья и юриспруденцией и большинством других учреждений. Неограниченный бюджет. Программы харассмента контролируются или игнорируются силовиками. Используется влияние на местном и федеральном уровне, то есть административный ресурс. Отсутствие у признающих этот феномен ведомств смелости поддержать жертв, являющихся объектами, терроризирование и травматизирование. Откуда мы и имеем миллионы погибших от рейдерства в Москве, в том числе осуществленного методами организованного сталкинга. Тактика, которая направлена на то, чтобы закамуфлировать действия под события ежедневного быта, которые должны быть незаметными для лиц, не подвергающихся непосредственно терроризированию, скрытой нападения. Тактика предусматривает постепенное нарастание атак в течение месяцев или лет, так, чтобы жертва не осознавала, что является объектом, даже когда их жизнь не складывается, без всяких причин к тому. Дэвид Лоусон пишет, что некоторые просто не понимают, что подвергаются харассменту организованными группами. Они думают, что в мире очень много грубиянов. Общее, что объединяет моббинг и организованный сталкинг, множество людей привлекается для осуществления этих программ. Нужно вовлечь как можно больше людей в осуществление этого истязания. Логика такова, чем больше людей вовлечено в совершение актов харассмента, тем больше помощи в сокрытии и меньше вероятность разоблачения. Эта тактика получила название «размазывание крови вокруг жертвы». И является еще одним методом сокрытия в тайне этих компаний по мучению. Если падет один, падут все. Так что эти лидеры передают нож по кругу, разным людям, чтобы каждый принял участие в нанесении даров. В средствах массовой информации новости на эту тему либо искажаются, либо являются полной ложью. Если вы считаете, что информационное агентство – это машины пропаганды в интересах сверхбогатых и не заинтересованные в том, чтобы какие-то сведения стали вам доступны, вы абсолютно правы. Этот тип цензуры называется мягким контролем сознания. В книге Джима Кита «Майнд-контроль. Инжиниринг человеческого сознания» описывается, как разведывательное сообщество в интересах правящей верхушки или в качестве истеблишмента, как такового, контролирует СМИ. Они боятся, что сами станут жертвами харассмента и терроризирования, если сделают попытку разоблачения. То есть действует закон о мертве. Члены вашей семьи и друзья будут отрицать наличие оснований для ваших жалоб. Их могут заставить так поступить посредством подписки о неразглашении или запрете на передачу СМИ информации по делу в ходе фальшивого расследования. Или могут не захотеть поверить, что такое возможно. Они скажут вам, тебе нужно отвлечься, взять себя в руки и продолжать жизнь, жить своей жизнью. Или ты не сможешь убежать от своих проблем и другие подобные ремарки. Правда состоит в том, что это они отказываются признать реальность и убегают от нее. Поэтому категорически ушли в отрицаловку. Вы потеряете многих друзей и родственников. Линда Бладт в книге «Новые сатанисты». Эта страусовая политика является крайне важным фактором, из-за которого многие люди не верят в реальность сатанизма и преступлений, связанных с оккультизмом. Если я вас не вижу, то и вы меня не видите. Если мне не может прийти такое в голову, то и вам тоже. Как понять, когда сама система стала такой коррумпированной, что зло стало правилом, а не исключением из него? И когда это случается, то что я могу с этим сделать? Сдается вопросом сенатор Джон Декамп. Когда у нас издеваются над тысячами людей при помощи оружия направленного поражения энергии и ганг-сталкинга в общественных местах, зло является официальным положением вещей. Эта система может существовать только потому, что участвующие в ней люди получают от этого удовольствие, либо не осведомлены о ее подлинном характере и не хотят знать о ней. Поскольку Конгресс получил множественные жалобы, осведомлен о происходящем и ничего не предпринимает, Конгресс является соучастником в прикрытии и укрывательстве и этого геноцида. Сходство между моббингом и организованным сталкингом. Организованный сталкинг включает в себя не только большинство составляющих элементов моббинга, но и много больше, в частности, использование оружия нелетального, так называемого, направленного поражения энергии. Об этих феноменах достаточно малоизвестны, состоят из демонстративного, непрерывного и постоянно длящегося стереотипного поведения, антагонистического, враждебного характера по отношению к одному индивиду и осуществляемому обычно множеством лиц. Коррелирующие факторы следующие. Существующие законы не охватывают этот феномен. Это скрытые атаки, действующие на подсознание. Феномен отрицается как явление или трактуется неверно специалистам психиатрии и медицины. Направленность на изоляцию жертвы, введение ее в смущение и недоименное состояние с целью парализовать его волю и подчинить. Может иметь место причинное событие для возникновения такой кампании, например, рейдерство. У вас симпатичный квартир, а вы кажетесь уязвимой подходящей жертвой. Это достаточное основание начать против вас кампанию Ганг Старпинг. Может заканчиваться смертью по болезни или по причине самоубийства, или вылиться в насилие, направленное на третьих лиц. Субъективные жалобы и признаки у жертв моббинга и сталкинга идентичны. Оба явления могут быть направлены и осуществляться против любого человека, без привязки к полу, расе, вероисповеданию, национальности или ограниченным возможностям или гражданству. Жертва выставляется как виноватая в происходящих событиях страна, правоохранителями органами и иными организациями. Жертва игнорируется, провоцируется или просто ее жалобу нисходительно терпит. Может начаться расследование для порсирования моббинга, сталкинга и доведения их до конца. В случае Ганг Старпинга назначается федеральный агент или должностное лицо от ведомства, а в случае моббинга – сторонний консультант. В обоих случаях жертва не уведомляется о расследовании и заявлениях против нее. Уход жертвы с работы или бегства из данного места проживания, данной страны, например, выставляется как собственный выбор жертвы, как и вынужденная продажа недвижимости. Атаки осуществляются длительно и большим количеством лиц. Инсинуации, слухи, насмешки, публичная дискредитация, подставы и угрозы – все пускается в ход. К жертвам относятся как к душам и больным или принуждают пройти психиатрическое освидетельствование, чтобы дискредитировать их. В случаях как моббинга, так и сталкинга ранее дружелюбные коллеги и соседи займут обвинительную и враждебную позицию в целях своего самосохранения и собственной безопасности. Оба явления относительно новые. Эти темы не осуществляются в СМИ, и то и другое мучительные, злокозненные, паразитируют на человеческих пороках и изъянах для заманивания участников в процесс. В обоих явлениях доминирует стадный менталитет, ибо является темная сторона человеческой природы. Жертвы могут оставаться в неведении относительно того, что происходит много лет. Жертвам сложно понять и описать происходящее. Лица, участвующие в моббинге или сталкинге, подчиняются силам более могущественным, как они это себе представляют, в обмен на протекцию, защиту и одобрение. Оба явления носят характер скрытой эпидемии. Некоторые преступники, участвующие в таких кампаниях, присоединяются к ним под принуждением, другие – потому что получают от этого кайф. Ну а Девенпорт – кандидат наук в работе «Эмоциональное насилие на рабочих местах. Тихая эпидемия». Первым изучать этот феномен общения на работе стал психолог и исследователь медицины доктор Хайнц Лимон в Швеции в начале 80-х. Он обозначил это поведение, дал ему наименование моббинг и описал его как психологический террор, включающий систематическое враждебное и неэтичное поведение, коммуникацию одного или нескольких лиц, главным образом по отношению к одному индивиду. Примеры нескольких случаев организованного сталкинга – это «Капля в море». Имена и контактные информации изменены. Более подробно с примерами сталкинга можно ознакомиться на множественных сайтах. Например, женщина, установившая факт педофилии по отношению к ее ребенку. А общественность не имеет представления о том, насколько коррумпирована правоохранительная система и что педофилы держат мертвой хваткой публичных лиц. По отношению ко мне наблюдается кража моей еды из холодильника, вредительство и порча моих продуктов и кухонных принадлежностей. Другой случай. Я стала разоблачителем на своей работе в госорганах, публично пролив свет на нецелевое использование средств, против чего активно уступала. Я помогла блокировать миллионы долларов грантов в бюджет города, которые должны были предназначаться в преступных целях, как я потом установила. Харрасмент по отношению ко мне осуществляется, хотя я неоднократно меняла работу и место жительства. И это длится уже 25 лет. И разрушение моей жизни постоянно продолжается, хотя я уже на пенсии и живу в другом штате. Злодеи скрывают любой замок без следов вылома, успешно дезактивируют централизованную систему сигнализации и наиболее вероятно, что имеют сообщников правоохранительных ведомств. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...